Добрый вечер, дорогие друзья! Очень вас приятно приветствовать здесь уже четвертый вторник. Я не верю своим глазам, мне очень приятно. И вторую половину зала я тоже очень приветствую, очень рад вас видеть. Большое спасибо, что нашли время, что вы сегодня с нами, и что наше путешествие, совершенно поразительный мир, пространство Древнего Египта продолжается. Сегодня заключительный вечер этого мини-цикла с четырех лекций. И надеюсь, что сегодняшняя история, она не оставит вас равнодушными, потому что это не просто блистательная сокровищница египетского искусства. Это не просто уходящий музей, на место которого придет новый великий музей, который строят у пирамид Гизы, который откроется в марте 2018 года. Это для многих поколений европейцев, которые приезжали в Египет, потому что в нем всегда был французский язык, египетский музей в Каире. И точно так же это для многих уже ныне поколений египетских египтологов и тех египтян, которые приходят каждый год на площадь Тахрир для того, чтобы увидеть сокровищницу наследия собственной страны. Это не менее великий, такой же грандиозный Аль-Матхев Аль-Мас Аль-Кибир, великий египетский музей на площади Тахрир, в самом центре Каира. 20-миллионный Каир. Он сегодня как гигантское облако, дымное, сложное, непростое. Со всех сторон обступает это небольшое, кажется, в сочетании с объемом города здание. Пурпурно-персиковый цвет, пыль, которая в Каире неизбежна, особенно после того, как в мартах пройдут хамсины, пройдут великие песчаные ветры, гнущиеся пальмы и совершенно незыблемая и многотысячелетняя история, которая хранится в этих стенах. И сегодня, когда мы приходим к зданию египетского музея для того, чтобы посмотреть на памятники или заглянуть в восхитительную библиотеку, которая тоже таится в этих стенах, то мы считаем этот музей старым, привычным, понятным, любимым. Несмотря на то, что за последние годы экспозиция этого музея все больше и больше стала напоминать склад, и мы сегодня в этом с вами убедимся, этот музей несет в себе еще и аромат археологической романтики 20-го столетия. Это не только памятники, не только когда-то безумно новый, модерновый и парадный проект выдающегося французского архитектора Марселя Дурньона, но и огромное количество историй, тех великих исследователей и ученых, знатоков египетского искусства и авантюристов, которые порой ценой жизни или порой ценой своей судьбы спасали памятники для того, чтобы они со всей долины Нила, от Дельты до Верховьев Нила в Асуане, находили свой новый дом, свое убежище от времени, потому что сами они время сохранили более чем. Мы с вами сегодня увидим множество памятников самых отдаленных эпох, но с каждым годом сегодня, в 21 веке, вы сами это знаете лучше, чем я, мы все чаще и чаще говорим о хрупкости культурного наследия. И кто бы мог подумать, что знаменитая арка Пальмиры будет лежать в руинах, или что в событиях арабской весны будут сметены совершенно другие восхитительные памятники, история которых казалась незыблемой. К счастью, мы поговорим с вами и о египетском музее в годы египетской революции, к счастью, тяжелая судьба Египет практически миновала, он вышел из этой истории с достаточно малой кровью, но так или иначе, это здание действительно стало историческим, и история Египта как такового, не просто история древнеегипетского искусства или история наследия египетской цивилизации, без вот этого потрясающего здания, перед которым в центре Каира стоят подлинные памятники древнеегипетского искусства, например, вот этот восхитительный сфинкс царя Тутмоса III, это XV век до новой эры, оно немыслимо. Каир немыслим без египетского музея, точно так же, как египетский музей, наверное, немыслим без своего гигантского города, который совершенно справедливо, очень часто сами египтяне называют умадуня, мать вселенной. 160 тысяч вещей официально зарегистрированных. Те, кто работают в музеях, а я думаю, что сегодня у нас есть музейные люди здесь, в этом зале, понимают, насколько страшную цифру я сейчас назвал. Но еще более страшной являлось другое слово, официально признанных, потому что на протяжении очень многих десятилетий, а уже ныне, как мы с вами понимаем, и более века, лучшие вещи со всех раскопок по всей долине Нила свозились в ящиках сюда. И с одной стороны, перед нами сейчас великий атриум музея, и с одной стороны перед нами изобилие памятников, которые сопровождаются этикетками. Это отдельная история, пойти по египетскому музею и посмотреть на разные этикетки, потому что там до сих пор есть этикетки XIX века, написанные на французском языке самим Гастоном Масперо. При этом у соседнего памятника может быть этикетка, сделанная позавчера на трех языках, в лучших стандартных компьютерной графике. Но есть еще и подвалы, где многие сотни, если не тысячи ящиков, не разбирались в 20-х, 30-х, 40-х и более поздних годов. Поэтому, когда в 2002 году Египетский музей в Каире праздновал свое столетие, они освободили несколько залов в подвале и устроили там совершенно фантастическую выставку забытой сокровища Египта. Речь шла о памятниках, которые были найдены в процессе археологических исследований в подвалах собственного музея. Был издан прекрасный каталог, все потрясались, какие вещи были обнаружены, и все задавали друг другу один и тот же вопрос, какие вещи там есть еще. Более того, это яркий на всю страну интеллект-центр, который курирует другие региональные хранилища археологические. Это место, где работают лучшие египетские реставраторы. Это то место, которое совершенно невозможно описать ни одной картинкой, либо даже рассказом о самых ярких его памятниках. Я остановлю ваше внимание на двух очень важных вещах. Первая вещь – это время. Прекрасная девушка, наша с вами современница, смотрит сейчас на статуи писца Митри, который жил в 24 веке до новой эры. Дальше мы постоянно с вами будем говорить о цифрах, совершенно не укладывающихся в человеческое сознание. Три, четыре, пять тысячелетий – это цифры, которые для этого музея, для этих восхитительно сохранившихся существую произведений искусства, они реальны, но столь же невероятны для нас. Это музей, в котором есть великие сокровища. И понятно, что в центре этого сокровища стоит золотая погребальная маска Тутанхамона, которая возглавляет собой всю вот эту совершенно бесценную коллекцию, которую когда-то в 1922 году в сырой ноябрьский день Говард Картер нашел в долине царей. Это сотни тысяч вещей. И когда ты ходишь по Каирскому музею, по второму этажу, то ты вглядываешься, и я всегда очень искренне переживаю за тех, кто попадает в этот музей первый раз. Они правда не знают, на что смотреть, потому что, с одной стороны, есть маршрут классического гида, который ведет всех по самым замечательным памятникам, а с другой стороны, я показываю специально вот эту замечательную витрину, одну из очень многих, где просто стоят вот такими рядами замечательные ушепти-ответчики в переводе с древнеегипетского. По сути, выполненные из дерева, фаянса, камня, статуэтки слуг за душу умершего в загробном мире. В гробнице уважающего себя египтянина их было около 365 по числу дней года, иногда вдвое больше. Я потом покажу вам витрины с папирусами, покажу вам витрины с бронзовыми изображениями божеств. Это бесконечная вселенная. И дальше даже очень подготовленные люди, которые занимаются египетским искусством, они всегда вот из моих уст получают совет. В какой-то момент обязательно, если вам на Каирский музей дан один день, что само по себе забавно и смешно, сделайте маленькую паузу обязательно в середине, выпейте кофе, потом, если у вас есть силы вернуться, вернитесь и смотрите его уже второй частью до глубокого вечера. Хотя, конечно, другой совет, более правильный, будет заключаться в том, что на него нужно три дня, хотя бы три дня. Смотреть его надо, как и любой другой музей, великий темами, потому что иначе в какой-то момент золотые маски саркофагов, статуи богов, мумий царей, мумий священных животных и все это невероятное изобилие памятников материальной культуры смешивается в такую гигантскую мозаику. И, в общем, я иногда люблю посмотреть на лица людей, которые выходят из Египетского музея в Каире, потому что вот это полное ошеломление, гигантские открытые глаза, вот такие, не видящие ничего перед собой, это на самом деле тот опыт, который тоже всегда на протяжении многих лет связан с этим музеем. Сейчас вы видите перед собой то, что видели вообще в своей жизни единицы, это подвал Египетского музея в Каире. И вы знаете, в свое время с одной моей хорошей подругой, которая многие годы в этом музее руководила Центром документации, мы очень любили в процессе работы над каким-то проектом, выпить тоже чашку чая, чашку кофе, чай в Египте любят, пьют много, часто, вот пройти и ради любопытства вот так вот платком стереть пыль на бирке очередного ящика и посмотреть, какого года. С какого года этот ящик, прибывший в подвалы музея, в это великое хранилище не открывался. Сейчас, когда мы с вами прекрасно знаем о тех сложнейших работах, которые ведутся для того, чтобы лучшие памятники музея, и в том числе не открытые памятники музея, переехали в новое здание, в подножию пирамид, и были там представлены, сейчас ситуация, конечно, намного лучше, потому что до этого оставалось только восхищаться, когда вот видишь какое-то покрытое пылью произведение искусства, восхищаться тому, что оно живо, что вообще такое есть, это все не опубликованное зачастую. А с другой стороны, просто так вот сжимало сердце, когда ты понимал, что рельеф покрытия потрясающей полихромной росписью в XIII веке, например, до новой эры, он просто покрыт слоем пыли. Не потому, что никому нет дела до этих вещей, нет, а потому что просто состав сотрудников музея физически не справлялся с тем объемом памятников, которые хранятся в этих совершенно грандиозных катакомбах, которые по всему периметру, внутри, в цоколе музея, наполнены стеллами, саркофагами, ящиками, предметами, всем тем невероятным изобилием вещей, которые я сейчас вам показываю. Еще несколько кадров из подвала, потому что мне бы хотелось, чтобы вы запомнили, как это выглядит. Это приличная часть подвала. Здесь все специально для этого кадра уложили пленкой, я вам честно признаюсь. Но тем не менее, вы тоже видите эти арки, на которых стоит первый этаж, это фундамент, он очень массивный. И вот здесь все уже с инвентарными номерами, которые отражены в двух великих каталогах Египетского музея в Каире. Ввиду того, что музей французский, и мы об этом сегодня много сейчас с вами будем говорить, два каталога. Первый каталог Женихаль. Вдумайтесь, я сейчас скажу вам совершенно невероятную вещь. 58 томов, а некоторые тома раскладываются на два или три тома каждый. Это каждый том, который был создан конкретным специалистом и специалист по скульптуре определенной эпохи описывал скульптуру своей эпохи. Специалист по папирусам описывал папирусы, потому что один специалист-египтолог полностью это собрание описать не может. Но это то, что вошло в собрание музея приблизительно на момент 1020-х годов. Дальше идет такой прекрасный второй каталог, который называется Журнал Д'Антре, то есть это журнал учета входящих вещей. Он не издан, он существует в виде огромной базы данных в музее. Еще есть такая страшная аббревиатура ТР, Temporary Register, он уже английский. Временно зарегистрированный памятник, который может передаваться потом в другой музей. Я видел, как выглядит внутренняя база данных каталога Каирского музея. Это совершенно фантастическое зрелище, которое до сих пор существует наполовину на карточках, наполовину это все специально обученные, очень, кстати, высококлассные сотрудники вносят в уже электронную базу данных для того, чтобы эти вещи заговорили, для того, чтобы о них вспомнили, для того, чтобы музей дальше вносил в научный оборот и на суд общественности все эти удивительные сокровища, которые в нем есть. Это 2002 год, это подготовка выставки как раз о вот этих забытых сокровищах Египта в части подвала Каирского музея. Здесь вот вы видите, какое изобилие вещей, они буквально действительно на полках лежат, ну не друг на друге, такого там нету, сотрудники очень любят свое дело, но тем не менее вот в таком невероятном изобилии, и каждый раз, когда ты имеешь эту возможность пройти по абсолютно закрытой зоне подвала Египетского музея, ты видишь те памятники, которые лежат в первом ряду, а там есть второй, третий, зачастую четвертый, пятый. И ты останавливаешься, пытаешься, как в прошлое заглянуть, открыть такую дверцу, посмотреть, а что там лежит сзади, потому что зачастую это тоже совершенно фантастическое произведение искусства. История этого музея началась очень давно. Он один из самых старых музеев в мире, и говорим мы сейчас с вами о 1835 году. Это был другой Египет. Я показываю кадр 19 века совершенно намеренно, потому что тогда еще не было плотин, и во время разлива Нью подступал Гизи к подножию пирамид. Это был совершенно другой Египет, в котором на пирамиды взбирались дамы в кринолинах и господа в цилиндрах. Это был Египет, куда на все лучшие зимние месяцы, лучшие дни Египта, выбиралась вся европейская элита. Для того, чтобы вы понимали, насколько высок был уровень культурной жизни в Каире, я приведу совершенно неожиданный пример. Все лучшие постановки Верди ставились на сцене Каирской оперы с опозданием на полтора-два года. И здание, которое было построено по лучшим французским аналогам, имитировали Гран-Опера, оно отличалось от европейских театров только одной маленькой деталью. Там была ложа дам Гарыма, которая была закрыта золотой решеткой. Во всем остальном это был совершенно европейский мир. Люди держали салоны, увлекались показами мод, и все это происходило в неком совершенно невероятном погружении в тот нетронутый, абсолютно ориентальный Египет, который был намного менее исламизирован, чем он исламизирован сейчас. Вот это надо очень четко понимать. Потому что, когда ты читаешь, как пришли приемы, насколько были открыты, в хорошем смысле этого слова, нравы, насколько были широкими эти кросс-культурные диалоги, насколько вся страна была открыта для посещения, то сегодня, когда ты знаешь, что там военная зона, а вот тут зона не очень благополучная для иностранцев, ее не очень любят показывать, еще что-то, то это, конечно, очень сильно удручает, потому что меньше всего хочется говорить о том Египте, который мы потеряли, в котором был рожден вот этот первый посыл создать археологический музей, в котором должна была быть сохранена великая коллекция предметов, а на самом деле представленная через эту коллекцию потрясающая история египетской цивилизации. Рефа Рафи и Аль-Тахтауи. Именно так звали человека, который был египтянином, который сделал первый египетский музей. Это историю, которую вам не очень охотно расскажут где-то в Европе. Но именно этот человек, который работал советником при дворе великого хедива Египта Мухаммеда Али в 19-м столетии, как вы понимаете, он первым оценил наследие своей родины. И он настаивает, чтобы Мухаммед Али, который был, да, это Османская империя, но Египет тогда был практически уже независим от султана, Мухаммед Али был очень ярким властителем, очень опытным, он практически соперничал с Истамбулом за власть внутри страны. Так вот, этот потрясающий человек, чудом историю сохранил его портрет, он просит создать музей, потому что страна нуждается в понимании своих исток. Музей был создан, сначала он находился в центре Каира, недалеко от садов Избекия, а потом он был перемещен в великую цитадель, в великую Калаа, которая своими миноретами возносится над Каиром. И это в начинание было очень любимо, туда любили ходить люди, смотреть на эти совершенно потрясающие памятники, а кончилось это очень грустно, потому что в какой-то момент в Каир приезжает австро-венгерский эрцгерцог Максимилиан, который смотрит на эту коллекцию, испытывает совершенно невероятный восторг, и Мухаммед Али делает страшную вещь, он дарит ему содержимое музея. Сегодня первая египетская коллекция стоит вот здесь, это музей истории искусства Вены. Именно эту коллекцию собирал Аль-Тахтауи, который покончил с собой после того, как его детище было убито. Вторая история, которая все равно заставила этот музей родиться, она была уже для египтян наземная, она уже была французской, была она связана с именем вот этого выдающегося человека. Огюст Фердинанд Мариет Паша. Паша, да, атаманское правительство наградило его вельможеским титулом за все те потрясающие поступки, которые сделал для Египта. И, наверное, другой человек сейчас на моем месте должен канонично вам рассказывать, вот как он начинал делать, осуществлять какие-то раскопки для Лувра, я это вам тоже расскажу, я начну с другого. Он в Египте похоронил свою жену, умершую от холеры, и пятерых из десяти детей. Самые знаменитые свои памятники он раскапывал с трудом, передвигаясь, потому что у него была одна из самых тяжелых форм диабета, которая совершенно лечилась в то время. Это человек, жизнь которого была абсолютным подвигом. И, когда ты понимаешь, что он сделал, а он не только основал египетский музей в Каире, вот этот уже новый, он еще основал «Службу древностей». Ты понимаешь, насколько тяжел был этот подвиг, сколько чисто таких понятных, не дай бог даже кому-то, каких-то житейских распри, трудностей ему пришлось преодолеть для того, чтобы его мир возник. Начиналось все радужно и смешно, потому что его двоюродный брат, с которым двоюродный брат был сильно старше его, в маленьком французском городке «Булонь-сюрмер». Это был никто иной, как Нестор Льотт, выдающийся французский ученый, рисовальщик, спутник великого Жанна Франсуа Шампальона в его экспедиции в Египет, когда великий Шампальон, положивший начало дешифровки египетского письма, исследовал памятники долины Нила непосредственно института на месте. От Нестора Льотта осталось гигантское наследие. И его двоюродного брата, молодого парнишку, который мечтал о карьере журналиста, посадили разбирать архив, проклиная все. Мариетт разбирает этот никчемный, ненужный, скучный архив, как он потом писал. Архив был наполнен удивительными воспоминаниями, рисунками, идеями. И дальше в своих мемуарах Мариетт пишет очень смешную фразу о том, что египетское иероглифическое письмо, оно состоит из множества знаков. Самый страшный знак это опасная египетская утка, она ядовитая. Потому что когда ты видишь с какой красотой выполненное ее изображение, утка подходит, кусает тебя, и ты навсегда отравлен. Ты влюблен в деревню Египет, ты влюблен в египтологию, и пойдет, ничего с собой не можешь. Дальше было место младшего научного сотрудника в Лувре. Его посылают в Египет для того, чтобы он покупал коптские свитки для собрания Лувра. Он погружается вот этот совершенно потрясающий мир по-своему тогда еще средневекового Каира. И начинают активные раскопки, и все эти памятники идут в Лувр. Знаменитый Каи, великий песец Лувра с инкрустированными глазами был найден Саккари Мариеттам. И в какой-то момент, получая из Франции все новые и новые задания на вывоз вещей, Мариетт приходит к тому, что так дальше нельзя. И стоя на вершине цитадели, откуда внизу был виден весь Каир, где-то там на западном в горизонте были еще видны пирамиды, он принимает единственное возможное решение. Это было 18 октября 1850 года. «Было необычайно спокойно», пишет Мариетт. «Передо мной простирался город. Казалось, на город упал густой и тяжелый туман, утопив все дома вплоть до крыш. Далеко на юге виднились финиковые пальмы, которые погружают свои корни в рухнувшие стены Мемфиса. На западе утопающие в золотой пыли и огне заходящего солнца возвышались великие пирамиды. Зрелище было грандиозным. Оно охватило меня, поглотилось почти мучтительным неистовством. Да простят мне эти, быть может, слишком личные детали, если я на этом настаиваю. Так это потому, что момент был решающим. Перед моими глазами были пирамиды. Мечта всей моей жизни обретала плоть. Там, почти на расстоянии вытянутой руки, был целый мир, гробниц, стео, надписи, статуй, историй. Что еще сказать? На следующий день я взял на прокат двух или трех мулов для багажа, одного или двух ослов для себя. Я купил палатку, несколько ящиков с провизией и все обозы и возимое имущество для поездки в пустыню и 20 октября 1850 года днем я разбил лагерь у подножия Великой пирамиды. Он не просто начал раскопки, он не вернулся во Францию и отказался поставлять памятники в Лувр. Это сегодня Лувр гордится памятью Мариетта. Если почитать документы того времени, то истерика была совершенно страшной, потому что он был очень успешным человеком, он действительно очень благополучно, очень удачливо находил вот эти удивительные вещи. Дальше Мариетта идет к тогдашнему правителю Египта к Саиду Паше с объяснением того, что музей должен быть создан. Так появился великолепный первый музей Мариетта, хотя может быть он кажется сейчас камерным. Это 1858 год, это знаменитый музей в Булаке. Булак это южный речной пригород Каира, где огромные торговые амбары были отданы под историю Египта. Перед вами сейчас совершенно уникальные кадры из архива Египетского музея в Каире. Сфинксы, статуи, стелы, рельефы, памятники. Все это Мариетт и его подручные начали собирать в Египте, понимая, что Египет не может быть лишен своей собственной истории. А очень многие памятники должны сохраниться в своем национальном и историческом контексте. Вот так выглядят залы Булакского музея. Как видите, все весьма прилично. Более того, по меркам того времени очень модные красивые витрины. Саид Паша любил Мариетту, он понимал ценность этой задачи, деньги выделялись. Но вот в чем незадача. Музей находился очень близко к Нилу. И в тот момент, когда в музее уже были аккумулированы великие находки, в том числе мумии многих великих царей, музей несколько раз подтапливали речные воды. И эти речные воды, конечно, несли колоссальную угрозу собранию. В итоге, в 1891 году музей переезжает вот в это здание. Это бывший дворец Хидива в Гизе, неподалеку от пирамид. Хидивы не любили это здание, потому что одного из их предков задушили в этих покоях, поэтому это всегда была нелюдимая, нелюбимая, пустынная такая западная дача. Ее отдали под музей мумий, саркофагов и древностей, которые прекрасно вписались в ней. С другой стороны, музей, который был построен, это здание, которое не было построено для музея, которое было построено как дворец. Я думаю, что те, кто бывал в Эрмитаже, в Лувре, в этих великих дворцах, вы понимаете, о чем сейчас я говорю. Он интерьерно не был абсолютно приспособен под стиль древнеегипетского искусства. Дальше появлялись очень забавные курьезы, вот такие дворы с памятниками 15-13 веков до новой эры, первые залы большой царской парадной скульптуры. Посмотрите, тем не менее, с какой любовью, какие постаменты, как все сделано, с какой любовью была сделана эта экспозиция. Великие вещи, которые потом станут хрестоматией египетского искусства, статуи царя Хафры 26 века до новой эры, к которой мы сегодня придем, когда мы уже пойдем по залам нынешнего музея. Невероятные анфилады и галереи, уставленные саркофагами, которые вели в залы царских мумий с такими вот невероятными помпезными люстрами. Все это было чрезвычайно забавно, но в какой-то момент посетителей, а посетителей европейцев здесь было очень много, Мариета стали обвинять в том, что памятников в этом музее друг на друге столь же много, как египетских иероглифов на храмовой стене, потому что все громоздилось друг на друге, рассмотреть отдельно те или иные произведения было практически невозможно. Но вот вы сейчас видите заключительные кадры, вот саркофаги, практически друг с другом рядом находящиеся, вот такие переполненные изображениями божеств витрины. Мне сейчас больше важно не что мы с вами видим, а сам антураж, вот та эпоха и те экспозиции, которые изначально были в этом музее. Именно так родилась идея о том, что Египет достоин здания для своего собрания национального, которое будет сооружено специально для этих вещей. 1902 год, уже упомянутый мной, великий Марсель Дурньон строит вот этот музей. Вы сейчас видите редчайшие кадры из архива Египетского музея в Каире, это проект Дурньона, это не опубликованные до сих пор вещи. Вот так фасад выглядел в момент открытия. Это достаточно серьезно отличается от того, как выглядит Египетский музей сейчас, потому что в поисках места застраивались анфилады, памятники ставились в окружающий музей-сад, и плюс еще Каир захватывал не только площадью Тахрир, но и всем своим активным торговым центром то здание, которое находилось в центре города. Аббас Хильми II, хедив, который открывал музей, Мретта в этот момент уже среди живых не было. Он не дождался своего великого музея, открывал музей его ученик, не менее выдающийся французский ученый, великий Гастон Масперо, который после Мретта возглавил все это колоссальное дело по спасению наследия египетского народа. Вот здесь чудесная открытка конца XIX века. Вы видите рощи, коляски, совершенно другой Каир, который невозможно уже более увидеть, это уже часть истории. И там вот таится вот этот абсолютно новый музей. Новый до такой степени, что при его сооружении были учтены все самые современные на тот момент музейные технологии, потому что в крыльях музея были стеклянные потолки для того, чтобы крупные памятники, скульптуры, рельефы можно было увидеть под естественным солнечным светом так, как они в естественном виде существовали на протяжении многих веков и тысячелетий в египетских храмах. Я сразу забегу вперед и напомню, что когда египетский музей пострадал во время революции в 2011 году, подвели его эти стеклянные потолки, потому что это было его самым уязвимым местом. Ни фасады, ни стены, ни подвалы, а именно стеклянные потолки, которые оказались хрупкими перед человеческим вандализмом. Финальным камнем музея стал вот этот потрясающий образ богини Исиды, который венчает вот эту роскошную арку, это входная арка в здание музея, завершенная массивным куполом над центральным его атриумом. И вот в тот момент, когда в ноябре 1902 года Исида заняла свое место, на фасаде музей был официально открыт. Но этому предшествовала еще абсолютно титаническая работа по перевозке памятников не только из здания в Гизии, из того самого старого Хидивского дворца, но и из многих храмов Верхнего и Нижнего Египта, из многих национальных хранилищ. Если смотреть на фасад Каирского музея, то слева, там, где он близок к Нилу, раньше была целая отдельная пристань, по которой памятники из кораблей непосредственно сразу же попадали на территорию. Вот здесь два огромных колосса Рамсеса Великого, это XIII век до Новой эры. Редкие исторические кадры их только привозят для того, чтобы позже они воцарились в парковом ансамбле, который окружает музей, который тоже является частью его грандиозной экспозиции. Тот кадр, который сейчас вы видите на экране снизу слева, очень сильно многих удивит, особенно тех, кто бывал в Каирском музее. Вот так выглядела его первой экспозиции. Это был потрясающий тропический рай. Стеклянные потолки позволяли растениям существовать здесь совершенно благополучно. И среди тропических растений, цветов, стояли царские сфинксы и статуи. В элитных витринах из лучших сортов дерева стояли ювелирные украшения. Это был невероятный вот такой тропический ориентальный рай, сделанный по лучшим французским образцам. И верхняя часть кадра, это непосредственно закладка здания музея. Весь процесс строительства мы с вами перешагнем, потому что нам более важны те вещи, которые там хранятся. И один из самых больших, монументальных и сложных к монтажу памятников, простите, меметровая скульптурная группа фараона Менхотепа Третьего или его любимой жены Тейге, XIV век до Новой эры, которая вот так была установлена перед открытием. Из прошлого нам нужно вернуться в наш день. Это финал атриума Великого египетского музея. Вот так Менхотеп Третий, его супруга и фрагменты статуи их дочерей взирают на это гигантское пространство, которое наполнено этими вещами. И среди этих вещей, для того, чтобы не быть голословным, говоря о невероятно древних, я покажу памятники, которые отделены от нас на очень множество веков. Но прежде чем я это сделаю, я обязательно должен сказать следующее. Бежит толпа по Каирскому музею, сметая все, потому что они хотят посмотреть маску Тотанхамона. Навстречу мчится вторая толпа служителей, которые должны успеть за полагающиеся часы помыть витрины. Ну как придется, помоют, но как-то они это сделают. Дальше еще присутствуют несчастные гиптологи, которым нужно скопировать какую-то надпись или изучить какой-то памятник. Дальше этот невероятный муравейник людей в невероятном объеме вещей. И когда гости музея несутся мимо памятника, вот хочется кого-нибудь так вот схватить, остановить и показать пальцем, потому что пробегают порой мимо великих вещей. Я покажу такой пример, который находится в темном углу первого этажа музея. Профиль, который сейчас в виде прорисовки вы видите, это профиль великого сфинкса Гейзы, который хранит великий некрополь царских пирамид четвертой династии. То, что вы видите в музее, это голова священной змеи с его головного убора и большая часть его массивной бороды. Вторая половина, которая находится в британском музее. Нет этикетки, нет инвентарного номера, хотя они учтены, конечно, неоднократно опубликованы. Но вот на них не смотрит никто. Хотя предложи любому человеку, который хоть как-то любит древность, сказать, ой, а вы хотели бы посмотреть на бороду сфинкса Гизы. Да, я думаю, ответ будет однозначен, но его нужно найти. И это очень тонкая задача внутри залов Египетского музея в Каире найти тот памятник, который ты на самом деле хочешь увидеть. Если же мы вернемся к слову древность, то начнем мы с вот этого удивительного памятника. Это одна из древнейших погребальных масок в истории египетского искусства. Это конец четвертого тысячелетия до новой эры. Найдена она была в Верхнем Египте на территории древнего города Нехена, который греки назвали Иераконполем, городом Сокола, в знак того, что Сокол, великая священная птица бога Хора, покровителя царской власти, почитал здесь в глубокой древности. Это был один из древнейших религиозных культурных центров Египта еще с дописьменной эпохи. И здесь вот этот образ, который передает некую ритуальную условную внешность древнего правителя, он совершенно поразительный. Безусловно, это не портрет, но что мы здесь видим? Огромные открытые глаза, открытый рот, подчеркнутые изображенные ноздри и подчеркнутые с боков изображенные уши. Задача египтянина с глубокой древности была не просто изобразить человека, изобразить его Ка, его жизненную силу, его двойника, который был лишен времени, который был лишен возраста, который был лишен вот этих всех событий реальной земной жизни, но который связывал человека с исконной силой рода, который, в отличие от даже забальзамированного, но все же усыхающего тела, должен был навсегда пребывать в гробнице во всех изображениях, как рельефных, как и скульптурных. Существовал определенный обряд, который назывался, я думаю, многие обряды этот знают, «Отверзание уст и очей», когда жрец специальными церемониями, которые состояли из 75 фрагментов, это очень сложная церемония, делал так, что как будто бы с магической точки зрения открывались глаза для того, чтобы умерший видел в ином мире, открывались ноздри для того, чтобы он мог дышать и получать чай-энанх, божественное дыхание жизни. У него открывались уста для того, чтобы он мог получать жертвоприношение и, главное, слышать то, как его имя вспоминают потомки. Вот эта память, она лежала в основе египетской культуры, поэтому так почитаем имя, поэтому так заклинают сотни тысяч египетских заупокойных надписей потомка произнести имя предка, произнося имя предка, ты даруешь ему жизнь вечную, с другой стороны, предок которого вспомнили, он дает жизненную силу в этот мир, в мир грядущих поколений. Поэтому, с одной стороны, вот такой небольшой керамический предмет, а с другой стороны, уже вся логика ритуального египетского искусства, она уже в нем есть, несмотря на то, что еще не возникло государство фараонов. Там же, в Иераконполе, великий археолог Квиббелл находит этот памятник, который есть, по-моему, в любой книге по древнеегипетскому искусству. Это знаменитая палетка Нормера. Что такое палетка? Это небольшое произведение искусства, сделанное из мягкого камня, обычно серо-зеленого сланца, типа Груваки или Габро. С одной стороны, такие палетки, особенно если это было связано с царским каким-то ритуалом, покрывались изображениями. С другой стороны, в специальной лунке растирался зеленый пигмент, для того, чтобы им накрасить глаза царя во время того или иного ритуала. Зеленый был цветом в вечной жизни, поэтому эти предметы, с одной стороны, косметические, с другой стороны, сугубо ритуальные, они были очень важны прежде всего для ритуалов, связанных с обновлением жизненных сил царя. Давайте посмотрим не только на архивный кадр, уникальный из Иераконполя, а на то, как выглядит памятник. Вот так она сейчас выставлена в Каирском музее. Давайте посмотрим сначала на ее лицевую сторону, на ее аверс. Здесь огромные фигуры царя, на нем хеджет, белая корона Верхнего Египта. Он держит булаву для того, чтобы попрать своего противника. Это царь Верхнего Египта, который завоевывает Нижний Египет, для того, чтобы единый Египет, единое царство было основано. Перед лицом царя сидит божественный сокол, который на крюке держит голову пленного, и дальше шесть тростинок. Каждая тростинка – это знак одной тысячи, то есть шесть тысяч поверженных и пленных, золотой сокол, великий небесный бог Хор, своему земному воплощению царю здесь передал. Верхний регистр – две огромные маски с женскими лицами, но при этом с коровьими рогами и коровьими ушами. Это форма богини Бат или Хадхор, Великой Матери Неба, Великой Матери Защитницы Царя. Между ними прямоугольник, так называемый сэрех, это схематическое изображение фасада царского дворца. В нем два иероглифа, которые считаются как наармер, это имя того царя, который здесь изображен. За царем идет носитель его сандалий, царь босой, в знак того, что это ритуальное действие, которое совершается на месте какой-то святыни или в храме. И, наконец, нижний регистр. Вы видите двух в ужасе бегущих людей от маленького символа крепости, который напоминает марку, которая была повержена могучим царем-нармером, который объединял Египет на рубеже 31 и 30 века до новой эры. Давайте мы ее перевернем. Посмотрим на обе стороны, и на аверс, и на реверс. На задней стороне, в центре шеи мифологических животных образовывает тот самый круг, в котором протирался зеленый пигмент для того, чтобы в момент магического ритуала окрасить глаза царя. Сверху торжественная процессия. Царь, его высокая фигура, выделяется теперь уже в короне Нижнего Египта, в знак того, что он захватил Северные области, и это теперь уже объединенная страна. И, наконец, нижний совсем регистр. Он в виде быка. Это не просто бык, это царь в образе быка. Рогами разрушает крепость, которая когда-то была оплотом, твердыней его противников. И таким образом, в виде такого невероятного триумфа, не просто основывает Египет, но и мечтает быть запечатленным вечности. Вот это запечатление вечности дала ему эта самая ритуальная палетка, которая была так почитаема, что спустя многие века после смерти, безусловно, царя Нормера, когда Египет был уже единой страной, эта палетка была зарыта в специальном тайнике в храме Великого Сокола Ироконпольского в знак вот тех великих царских побед, которые привели когда-то Египет к основанию единого государства. Тема царственности в собрании Египетского музея в Каии представлена многими десятками тысяч памятников. И я понимаю, что, с одной стороны, я сейчас говорю совершенно о хрестоматийных вещах, но для кого-то это будет важно вспомнить. Статуя, которая в этом кадре занимает левую часть. Этого царя звали Ночерихет. Возможно, это имя знакомо немногим. Его прозвище Джосер, священный предок, знают все. Царя прославили не столько его деяния, как он был успешным очень правителем, сколько труд его потрясающего современника и друга, мудреца, верховного жреца солнца, астронома и основателя египетского календаря, человека, заложившего основы египетской храмовой архитектуры, счета, и далее я могу продолжать достаточно долго, звали этого человека Имхотеп, он был верховным жрецом бога Ра, бога Солнца и великим царским архитектором. И для своего царя Ночерихета он строит первую египетскую пирамиду, которая в верхней правой части кадра. Великая каменная лестница, которая поднялась на небеса, шесть ступеней, высота 60 метров, лестница, по которой тонкая сущность царя, его условно очень душа, должна подняться на северную часть неба и соединиться с предками. Под ней гигантский катакомб, около 7 километров ходов, погребальные камеры и хранилища. Погребение не только для самого царя, для него была, конечно же, зарезервирована погребальная основная камера, но и специально сделанные комплексы для всех его родственников, которые потом подзахоранивались в эту коллективную усыпальницу. Но я не случайно сказал слово «каменное». Первое монументальное каменное сооружение в истории человечества. С северной стороны, около этой пирамиды, посмотрите на кадр в правой части снизу, находилось маленькое святилище, называется оно по-арабски «сердабы» или «закрытая камера». Если подойти внутрь вот этого храмика маленького, у которого сейчас не осталась крыша, к задней стене, то там два отверстия. Если заглянуть внутрь, то можно было увидеть царскую статую. В центре кадра архивная фотография. Вы видите, как статуя Ка, статуя жизненной силы царя Ночерихета, которого поздняя традиция назвала Джоссером, она смотрит сквозь эти отверстия, простите, для того, чтобы понять, какие жертвоприношения принесены, и увидеть тех жрецов, которые будут вспоминать имя этого царя. Я неоднократно на протяжении наших с вами встреч говорил о совершенно другом понятии о человеческой истории в Древнем Египте. И все равно сегодня я это опять произнесу. Знаменитый царь Снофру, отец Хеопса, который жил в 26 веке до новой эры. Последние жрецы культа этого царя это 4-3 века до новой эры. 23 века памяти, 23 века культа, 23 века воспоминаний о действительно когда-то благом царе своей земли. Именно поэтому мы знаем, как вы помните, и все же я опять об этом скажу, именно поэтому от Древнего Египта дошло имен мастеров, художников, скульпторов и мудрецов, конкретных авторов, конкретных памятников больше, чем от всего остального мира античности. Совершенно другое уважение к предкам, к имени, к памяти, которое было запечатлено и вот в таких памятниках. Конечно, сейчас в Свердабе, в некрополе Саккара, где возвышается эта пирамида, стоит максимальный слепок, оригинал в Каирском музее. Царь изображен в парадном платке Немиси, который надет поверх парика. Увы, в древности еще пропали когда-то инкрустированные хрусталем и поудрагоценными материалами глаза, ритуальная борода, одеяние специфическое, в котором царь участвовал в церемонии возрождения своих жизненных сил. И одна очень важная вещь. На цоколе этой статуи титулы и имя. Царь Верхнего и Нижнего Египта, удоволивший обеих владычиц, не черихет. Для древнеегипетского искусства неразрывна связь между образом и именем, потому что имя хранит порой человека больше, чем хранит его образ. Царь Джосер был, по сути, первым действительно успешным правителем Верхнего и Нижнего Египта, с которого начинается великая история Древнего царства, великая история первого большого периода существования египетской цивилизации. Вокруг пирамиды были погребены его архитекторы, его музыканты, его врачи, его сподвижники, его любимые и те, кто им прислуживал. В одной из гробниц были найдены несколько панелей, выполненных из кедрового дерева. Изображен на них один и тот же человек, звали его Хеси-Ра, он был тоже архитектором, помощником имхотепа, еще занимал очень важную должность его главным зубным врачом царя. Ну, понятно, что царь в нем нуждался, особенно учитывая, что египетские лепешки, они же пекутся из муки, которая трется на зернотерке, в них всегда есть небольшой процент известковой муки, которая стачивает зубы. С другой стороны, он касался плоти живого бога. Царь был человеком двойной природы, человеческой и божественной. Это особенное совершенно существо, это посредник между миром земным и миром небесным. Поэтому Хеси-Ра получил фантастически богатое погребение. Ядр считался самым дорогим деревом, он привозился с территории нынешнего Ливана, тогда это была даже еще и не Финикия, просто одно из малых княжеств на территории Ливанта, и оттуда привозили вот это потрясающее дерево, поскольку сам Египет, он был достаточно беден древесиной. Давайте посмотрим не исторический кадр, а современный, вот такой совершенно невероятно красивый оттенок, где стоит сам вельможа, у него в руке жертвенный скипетр, длинный Аба. Но меня интересует здесь более всего другое, то, что он держит в своей левой руке. Это прибор писца. Он очень высокопоставленный чиновник. Но прибор писца говорит о том, что он знает меду-нечер, божественные слова, как называли древние египтяне, свой язык, свою письменность. Это человек, который, зная письмо, зная язык, он хранитель мудрости. Он человек, который разговаривает с богами на одном языке, на одном наречии. Он посвящен в храмовые тайны. И поэтому ни модный парик, ни модное деяние, ни самые дорогие материалы, из которых могли быть сделаны элементы этого погребения, а вот это изображение палетки писца в руке, она для древнего египтянина давала больше смысла и больше статуса, чем что-либо другое. Эпоха Древнего Царства – это, конечно же, великие пирамиды Гизы и те удивительные памятники, которые сопровождают их. Перед вами фантастическое совершенно произведение искусства, выполненное из темно-зеленого Диорита вот с такими невероятными прожилками. Это фрагмент статуи царя Хафра, строителя, напомню, второй великой пирамиды в Гизе, которая была найдена, кстати, Агюстом Мариэттом, его подручными в припирамидном храме этого царя. Давайте посмотрим на нее целиком. Это воплощение могущественности, царственности, такой непоколебимой царской воли, совершенно невероятной, которая воплощена в невероятно, опять же, твердом камне. И для обработки, и вообще для воплощения столь совершенного произведения искусства. Он сидит на престоле, престол Минбит с львиными головами, вот эти две львицы, они охраняют его с двух сторон, но главное, его хранитель находится за его затылком. Я напомню, потрясающая священная птица, его небесный прототип, золотой сокол Хор, защищает здесь царя Хафра. И, глядя на эту статую, мы должны всегда вспоминать, как и любую другую статую, мы должны вспоминать контекст. На секундочку закроем глаза, представим себе припирамидный храм, это огромные гранитные отполированные столбы, белые алебастровые полы, темно-синие, расписанные синим пигментом, небо, которое воплощено потолком, и золотые звезды. И вот там, внутри этого пространства, огромные такие статуи царя из зеленого диорита и полупрозрачного белого молочного алебастра, масляные светильники, звуки великой храмовой арфы. И вот здесь эпоха пирамид начинает совершенно по-другому, очень изящно, очень красиво проецироваться через вот эти сохранившиеся в камне свидетельства. Еще один памятник скульптуры этой эпохи, это памятник, который изображает Менкауру, строителя третьей пирамиды в Гизе. Греки называли его Мекерином, так же, как Хафру, они называли Хефреном, а Хуфу – Хеопсом. Великолепные исторические кадры – это 20-е годы раскопки великого американского археолога Джорджа Райзнера в Гизе, в припирамидном храме, стояли триады, которые изображали Менкауру с разными божествами. Лучшие два памятника американцы вывезли в Боссонский музей. Я сразу скажу, это та триада, где в центре находился огромный образ богини Хадхор, великой матери царя, и тонкая, интимная, скульптурная группа, действительно интимная, какой может быть скульптурная группа древнего искусства, изображающая царя с его женой. Жена нежно-нежно его обнимает за талию. Я специально покажу сегодня только каирские вещи. Думаю, что все-таки я вас соблазню, вы найдете дома Боссонский музей в интернете и посмотрите на статуи царя Менкаура и его жены Хаммерер Непти II. Это знаменитый шедевр, даже если вы забудете ее имя, вы найдете этот памятник. В Каире стоят великие триады в центре сам Менкаура. Вот здесь на цветной скульптурной группе по правую руку от него стоит богиня Хадхор, которая отличает солнечный диск между двух рогов коровы и ее священного животного великой подательницы кормления молока. По левую руку стоит богиня, которая персонифицирует собой ту провинцию, где когда-то родился царь. Невероятная монументальность, при том, что группы сравнительно небольшие. И еще одна небольшая моя хитрость. Вы так в нынешнем Каирском музее ее не увидите. Вы пройдете по залу, где стоят тысячи этих памятников. Они немножко подвернуты пылью. Кое-где есть свет, который что-то освещает. Рядом стоят, может быть, более выразители или монументальные памятники. Вот этот постановочный кадр, сделанный когда-то великим американским фотографом Кеннетом Гарретом, он заставляет нас надеяться, что в том новом музее, в одно же пирамид, который строится, все эти великие вещи обретут свое новое лицо. Потому что вы не увидите это. Только на вот таких специальных студийных, совершенно потрясающих фотографиях, эти уникальные произведения искусства, а я напомню, что это 26 век до новой эры, представлены такими, какими, конечно, наверное, задумывал их безымянный мастер, и какими они когда-то в свете масляных светильников стояли в своих припирамидных светилищах. Рядом с этими скульптурами, в первых залах, мы с вами идем по залам на самом деле музея, двигаясь пока хронологически. Огромные саркофаги. Покажу один из них. Совершенно фантастическое вот такое произведение. С боков саркофаг украшен таким условным изображением царского фасада. Это фасад царского дворца, тот самый Сырех. Это показывает то, что тот человек, который погребен в этом саркофаге, он был, ну, если не обитателем царского дворца, но он был вхож, он приобщен к вот этой культуре царского вельможеского подворья. Человек был, когда-то звали его Хуфуанх, был он хранителем царской печати. Это чрезвычайно высокопоставленная должность, и понятно, что вот такой саркофаг, сохранивший в вечности и имена этого человека, и все его титулы, он был невероятно дорогим. То есть только ближайшее окружение царя в эпоху пирамид могло позволить себе вот такие саркофаги, самые ценные, из которых перевозятся в собрание Египетского музея в Каире. Это не только эпоха монументального искусства, это еще эпоха совершенно пронзительных порой памятников. Рабочие службы древности, когда они трудились к югу от Каира, в некрополе Мейдум, в одной из огромных, но сильно разрушенных гробниц, они в какой-то момент вскрыли нетронутый сердап, вошли туда в темноту с факелами, с дикими воплями и криками, выбежали, побросав все, что у них было в руках, с воплем здесь живут джинны и фриты. Когда туда вошли французские археологи, то они увидели вот этот невероятный взгляд. Это два, наверное, хрестоматийных и великих памятника Египетского музея. Это изображение царского сына принца Рахатепа и аналогичное изображение его супруги, принцессы Нефред, которое я сейчас тоже покажу. Но сначала посмотрите, какая графичность. Насколько иероглифический текст, который содержит титулы и имя царя, переливается буквально в это изображение. При этом оно очень реалистично, портрет передан совершенно восхитительно, но цвет условный, красно-кирпичным цветом традиционно в египетском искусстве показывается тело мужчины. Неожиданные усики, они были популярны только в эпоху пирамид, в остальные эпохи существования древнего Египта и они не были принятыми элементом модника при египетском дворе. Но самое главное, это невероятные. Глаза выполнены из горного хрусталя, который вставлен в оболочку из тонкого медного сплава. Белок глаза выполнен из отшлифованного известняка. И поэтому вот этот невероятный взгляд, он, конечно, понятно, почему он так напугал рабочих. Посмотрим эти замечательные шедевры, в полный рост. Если на Рохотепе только церемониальное набедренное опоясание, то на Нофред зимнее одеяние, то есть на ней облегающее белое платье, поверх которого надета вот так согревающая накидка. Все, как мы помним, эти элементы египетского костюма делались из разного очень тонкого и высококачественного льна. На ее голове парик, но если вы внимательно посмотрите, над бровями вы увидите расчесанный напрямую пробор собственной волосы. Они показаны, на которой надета вот эта уже конструкция парика, перетянутого ювелирной лентой. В египетском искусстве белым всегда передавался не какой-нибудь металл, а серебро. Серебро было безумно дорогим, а на эпоху строительства пирамид было дороже золота. Поэтому здесь художник говорит о серебряной диадеме. И посмотрите, какое роскошное широкое ожерелье усех, многоцветное, украшает здесь ее плечи. Я бы совершенно несправедливо поступил к памяти принцессы Нефред. Если бы я не показал тоже крупное ее замечательное лицо, посмотрите, какой живой взгляд. Вновь задумайтесь о том, что это начало 26 века до новой эры, потому что Рохотеп был родным братом фараона Хуфу, сыном Снофру, а у нее очень красивый цитл. Она Рехетнесу, она представленная царю. То есть это не просто какая-нибудь там знатная дама, а это та знатная дама, которую царь знал лично. И вот этот очень почетный придворный титул сопроводил ее здесь для вечности. Это тоже Ка. Это изображение лишенной возраста, лишенной эмоций, ну кроме такой едва играющей улыбки. Это изображение той части их сущности, которая должна была вечно находиться в гробнице и получать те жертвоприношения и те воспоминания, которые сюда приносили их потомки. Среди скульптур этой эпохи еще одна замечательная статуя, мимо которой я пройти не могу, хотя, может быть, она не так декоративна. Он был царским сыном, звали его Каапер. Это очень высокопоставленный вельможа. Я показываю вам тоже эти невероятно инкрустированные глаза. Сделан он из египетского природного дерева Сикамора, очень склонного к тому, чтобы покрываться трещинами. Это не кедровое дерево. Дальше два исторических кадра. Если вы посмотрите на профиль, то это не просто изображение статуи Каапера. Если его обвести, это будет совершенно четкое изображение египетского иероглифа Сэр. Высокопоставленный чиновник или человек со званием. То есть статуя читается как ребус, когда на нее смотришь. Но интересно здесь не только это. Во-первых, посмотрите, какое мастерство скульптера, посмотрите на его спину. Как сделаны все мускулы, как сделаны плечи. Тело передано совершенно восхитительно. До такой степени портретно, что когда его нашли, рабочие, которые работали на Роскопе, они скрикнули «А, шейх Аль-Белед! Шейх нашей деревни! В книжках без арабского акцента вы найдете шейх Аль-Белед!» Это не совсем правильно. Он был так, походил на их старейшину, что они были совершенно потрясены, конечно, уже не задумывались о том, насколько отдаленной была та эпоха, когда был сделан этот памятник. Все эти люди окружали своих царей. И среди этих людей были порой совершенно удивительные истории и судьбы. Это карлик. Карликов египтяне очень любили. Как и во всех других культурах Африки, карлики считались носителями магического начала. Карликов охотно брали в ювелиры и вообще во все те специальности, которые были связаны с трансформацией материала, с созданием произведения искусства. Плюс карлики это традиционный исполнитель священных танцев, увеселитель царя, поскольку великий бог Бес, хранитель домашнего очага, защитник от порчи, от сглаза, он тоже был карликом. Это два придворных карлика. И посмотрите на скульптурную группу. Карлика звали Сенеб. Как совершенно блистательный художник решил проблему. У него была совершенно прекрасная нормальная супруга, которая родила ему двоих детей. Он детей помещает под ножки крохотные господины своей семьи, чтобы не только показать его статус в одного роста со своей женой, но и показать вот эту совершенно замечательную семью высокопоставленного придворного карлика в то же пространстве вечности. При одном из великих царей эпохи пирамид, при Пеппе II, была замечательная история, когда один из его вельмож, которого звали Хуфхор, он отправился с экспедицией в далекие страны Африки, на юг, туда, на территорию нынешнего Судана. Он поверг там всяких троглодитов, всякие, соответственно, противостоящие племена привез оттуда море даров. И он пишет письмо в царскую резиденцию о перечне, какие дары он везет царю и говорит о том, что среди них карлик далекого премени, который весело пляшет и поет, и это специальный подарок его величеству. Правило тогда великая царица Регин, Ахнес Мирира II, потому что самому Пеппе было то ли 8, то ли 9 лет. И дальше этот ребенок, понятно, что пишут писцы под диктовку, пишет письмо в хору, обещает, какие он должности получит, какие он подарки в золоте получит, только что привез этого карлика, чтобы карлик не упал с борта судна, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы он не заболел, ибо жаждет сердце мое этого карлика больше, чем всех даров юга, пишут со слов малолетнего Пеппе II, который мечтал вот о том совершенно невероятном подарке, который бравый генерал из далеких африканских стран вез к нему столицу в Мемфис. Эпоха Древнего Царства это, конечно, еще и эпоха мудрости, эпоха великих творцов египетской мысли. И именно в это время, в 25 веке до новой эры, великий египетский мудрец Птаххотеп создает свой текст, который мне очень не нравится, когда его называют поучениями. Это не поучение, ближе все-таки французская сажеса, мудрость, когда в том числе он говорит о том, что человек должен поместить Бога в сердце свое, потому что Бог он в сердце, он не где-то в храме, он уже внутри человека. Или когда он говорит о том, что искусство не знает предела, разве может художник достичь вершин мастерства? Как изумруд скрыто под спудом разумное слово, найдешь его между тем у рабыни, что имели зерно? И так далее. Вот эти потрясающие станции Птаххотепа это тоже эпохи пирамид. И поэтому здесь в Каирском музее с особым уважением и с особым интересом смотришь на вот этот потрясающий образ песца 25 века до новой эры. Он так тревожно немножко смотрит в вечность, потому что он ждет приказа от своего господина. Он высокообразованный песец. Это человек, который на самом деле занимал очень высокопоставленную должность, но хотел быть изображенным для вечности в образе песца, в образе того, кто хранит и передает знания. Тоже инкрустированные глаза. Он сидит, скрестив ноги, на его набедренном опоясании открыт цветок папируса. Он держит невидимый калам, тростинку, которым будет записывать слово Бога и то, что ему скажет владыка. Очень часто в собрании Египетского музея в Каире вывозили вещи, которые были частью крупных архитектурных ансамблей. Вы помните, что все пирамиды не были одиночно стоящими сооружениями, что вокруг них находились припирамидные храмы, стены припирамидных храмах часто богато отделывались. В 25 век до новой эры из храма царя Сахура происходит этот рельеф, несмотря на повреждения, совершенно поразительный. Богиня Нехбет, великая владычица Юга и проматерь царя, такая богиня-покровительница, совершенно невероятным, полным нежности, жестом, он кормит грудью царя Сахура, для того, чтобы, отпив божественного молока, он преодолел смерть, и его душа вошла в мир вечной жизни. Посмотрите, насколько нежно, несмотря на вот этот канон египетского объятия, такой достаточно жестко под углом поставленную руку богини, насколько это тонко показано. И здесь вот этот рельеф, он напомнит вам о том, что все это пространство вокруг пирамид, внутри этих храмов, святилищ было покрыто полихромными рельефами. Это классическая наша ошибка, мы архитектуру древнего мира воспринимаем монохромной, она вся цветная, яркая, расписанная. И вот с одной стороны это великая богиня Нехбет, которая кормит царя Сахура, а другой пример из припирамидного храма фараона Уноса вообще восхитительный. Это нильские заросли. Кое-где, обратите внимание, на метелке папируса в нижнем правом углу кадра, зеленый цвет, видите, это цвет 25 века до новой эры. Заросли Нила, невероятный художник-анималист, египтяне вообще были очень сильными анималистами, он передает образ выпьи у Дода, ибиса, и бабочки вот там летят. То есть все эти птицы, они прекрасно соответствуют определенным образцам, которые знают биологи, да, это все совершенно точное изображение. И дальше, вот если на одну минуту включить воображение, то вы должны не просто увидеть это цветное, вы должны это услышать. Кто когда-нибудь видел нильскую дельту, и вот эти движущиеся тростники, которые просто обуреваемы птичьим гомоном, вот это здесь изображено. Красиво? Да. По-светски? Да. Но только птицы здесь являются в том числе силами хаоса, которых должен поймать и тем самым заключить миропорядок царь. А еще это великие предвечные невидимые топи Ахбит, в которых в одной из своих форм солнечный бог появится, как великая белая птица Негегур, великий Гагатун. И он прокричит тайные имена этого мира, и мир воссуществует. С одной стороны, очень красивое светское изображение низкой дельты. С другой стороны, пласты, пласты смысла, как это всегда бывало в египетском искусстве. Мы дальше с вами идем по залам Египетского музея в Каире. Перед нами памятники следующей большой эпохи Среднего царства, которая началась в 21 веке до новой эры. Фантастические памятники царствования Аминамхета III, одного из самых знаменитых правителей этой эпохи. Прежде всего, вот эти сфинксы, которые когда-то стояли перед храмом Матери Богов в Бубастисе, в храме Священной Кошки. Они оттуда перевозились многократно более поздними царями в разные города, разные свои столицы. В итоге, в городе Таниси, тоже на северо-востоке Дельты, их и нашли. Поэтому они иногда называются танистскими сфинксами. И вот здесь совершенно удивительный момент. На них имена семи разных царей. И, кстати, это заслуга нашего великого ученого Владимира Семеновича Голинищева, основателя русской гипотологии, который, сравнивая портреты царей в стилистическом анализе, в одном из первых стилистических анализов истории искусствоведения, который был сделан в самом конце XIX века, он доказал, кого изображают эти цари. Внешность имела второе значение по отношению к надписанному имени. И порой, когда статуя узурпировалась, а памятники многократно были узурпированы, и выписывалось имя нового царя, то изображали они для ритуального пространства не того царя, с чьим лицом они имели сходство, а того царя, чье имя было написано. Совершенно другое отношение египетской культуры к тексту, но тем не менее портреты совершенно фантастические, это эпоха очень удивительных скульптурных образов, которые полны реализма, несмотря на вот эти львиные уши, львиную гриву, рядом с танистскими сфинксами голова огромного колосса Аминамхета III, парные книи находятся в Британском музее. А теперь давайте представим не только тексты, которые прославляли царя так, что восхваляли его больше, чем паводы книла, несущие благодать египетской земле. Давайте представим району Файомского оазиса, это невероятно плодородная зона в Среднем Египте, и в какой-то момент зона этого оазиса, благодаря воде, которая шла по каналам, практически превращалась в момент Нильского половодия в такое затопленное речное заводь. В центре заводи стояли две 12-метровые сеченные пирамиды, на которых стояли 10-метровые царские колоссы. Это знаменитые колоссы Беахму, которые прославили когда-то Аминемхета Третьего невероятно среди других владык, и с одной стороны величие, монументальность, царская власть, а с другой стороны по египетскому преданию одному из, который вы помните, я думаю, из предыдущих лекций, из предвечных вот океана Хаоса в изначальные времена поднимается первый хоум Суши, хоум Бенбен, и на нем рождается солнечный младенец, который становится солнечным царем и творит мир. То есть в момент ежегодного паводка Нила колоссы царя символически возвращались к этим изначальным временам и передавали сходство лица царя с богом предвечным, богом Демиургом, который творит в образе солнечного владыки новую вселенную. Вглядите в лицо, оно очень жесткое, оно очень схематичное, оно когда-то было тоже с инкрустированными глазами, и я думаю, что впечатление было очень яркое, особенно за счет инкрустированного взгляда. Портретное сходство есть, но вот как выглядит реальное портретное изображение этого царя. Он здесь совсем молодой, с такими немножко опущенными характерными уголками губ. Это статуя Ка. Это то, что стояло в святилище храма, то, что должно было получать жертвоприношение. Это реальный, насколько это возможно, образ царя. Тот в колоссах, в сфинксах, это образ некого идеального владыки, который отчасти был наделен портретным сходством с реальным Аминемхетом Третьим. И здесь еще одна очень интересная вещь, это размер ушей. Я думаю, что многие уже задумались об этом, глядя на этот кадр. Царь, он же великий посредник между миром земным и миром небесным. Он передает молитвы. Он должен слышать молитвы. Образ с такими ушами не может не услышать. То, что просит у него маленький египтянин, маленький человек, который пришел к статуе своего владыки для того, чтобы царь-посредник передал Аделахову в мир небесный. Поэтому здесь с одной стороны портретность, с другой стороны церемониальность, а с другой стороны жесткая ритуальная функция. И вот эта ритуальная функция, она в египетском искусстве, безусловно, будет доминировать. Еще один вот такой ритуальный памятник Аминамхета III, совершенно неожиданный, когда царь представлен в виде двух фигур бога Хапи, бога Паводка Нила, парики в виде зарослей, тростника, такой вот такой, зарослей, наполненной тиной, в руках у них жертвенники с изобильными приношениями, рыбой, цветами, то есть все то, что дарует Нил. Мы идем с вами дальше по музею, и вот там за этой статуей уже виден один из самых любимых посетителями памятников. Для начала я покажу вам его лицо. Фантастика, правда? Вот, с одной стороны, хрестоматия гипетского искусства, и все равно, вот я сколько хожу, годами, я первый раз приехал в гипетский музей, аж страшно вспомню, в 1996 году, и с тех пор каждый год я в стране какое-то количество времени провожу. Он останавливает, то есть я иду по музею, я его знаю очень хорошо, и все равно я не могу не остановиться напротив этого памятника. Это статуя К, той самой жизненной силы, еще одного царя, царя Уибро-Хора. Дерево, невероятный взгляд, который сделан не только благодаря радужной оболочке из горного хрусталя, но и благодаря серебру, которое подложено за хрусталь, поэтому взгляд совершенно невероятный. Вот так статуя выглядит целиком. Символ двух рук, поднятых к небу на его голове, это тот самый знак К, знак, который показывает, что перед нами жизненная сила, царя, который когда-то жил в 18 веке до новой эры. Изначально статуя была покрыта тонким слоем гипса и покрыта пигментом бледно-зелено-болотного цвета, который считался цветом вечной жизни. Золотая отделка. И вот этот потрясающий памятник в 1890-х годах великим французским археологом Жаком де Моргеном был найден в некрополе Дахшур в нетронутой гробнице царя Ауибро-Хора. В гробнице Тутанхамона, который вы все знаете, повреждения были дважды. Туда дважды пробирались грабители, которых спугивала охрана Некрополя. Вот здесь не был никто. Другое дело, что ввиду того, что эта эпоха не была столь богатой, погребение даже царя было достаточно скромным. У него деревянная расписанная погребальная маска. Поэтому это не вошло в историю археологии так ярко, как гробница Тутанхамона. А с другой стороны, именно эта первая гробница египетского царя, найденная нетронутой и сохранившая вот такое совершенно фантастическое произведение искусства. В XVI веке до новой эры начинается новое царство. Эпоха блистательная, эпоха рафинированная, эпоха, когда Египет начинает владычествовать всем окружающим миром. И этот образ в этой эпохе играет совершенно особенную роль. Нам известны в египетской истории случаи, когда женщина становилась фараоном и успешно в той или иной степени правила стороной. Минимумом шесть таких историй известно. Эта история была самой известной и самой успешной. 22 года единоличного правления. Ее величество Маткара Хенамет Амон Хадшепсут. Истинно двойник Ра, воссоединяющийся с Амоном, первая среди почтенных дам. Хадшепсут имя, я думаю, известное очень многим. Царица, которая, будучи очень знатной женщиной, она дочь великого царя Тутмаса I, рано овдовела, когда умер ее муж Тутмас II, и в какой-то момент, не желая пустить на престол пасынка, будущего Тутмаса III, ее величество захватывает престол. Изображают ее в виде мужчины с бородой для того, чтобы тем самым легитимизировать ее власть. Это 22 года процветания, 22 года невероятного архитектурного строительства, и, наверное, среди памятников, которые были знаковыми для этой эпохи. Самый главный это ее восхитительный заупокойный храм. Западный берег, Луксор, нижний кадр, как вы помните, общий вид, и верхний кадр уточняет детали верхних террас. Три террасы, белоснежные, которые когда-то были еще богато расписаны. Теперь представим, что по аллее стояли сфинксы, на террасах стояли коленопреклоненные статуи царицы из гранита и других материалов. И все это пространство было украшено и множеством сотен других памятников и портретных изображений царицы, которые сегодня хранятся в собрании Музея Метрополитов в Нью-Йорке, потому что все они были вывезены археологами США. На третьей террасе этого храма стояли огромные статуи, которые изображали царицу в образе бога Осириса. Это голова одной из таких статуй. Это голова Осирического пилястра. Но не только статуи, которых сейчас нет, нужно увидеть, когда смотришь на Адейр-эль-Бахре. В этом храме, помимо рассказов о том, как царица с далекого юга из-за суанских кименоломен привезла грандиозные обелиски, один из которых и поныне стоит в Карнахском храме, помимо кучи ритуальных изображений, о которых я говорить не буду, главная ее история о том, как царица создала невероятный флот, который отправился в страны Красноморского рога на территорию приблизительно современного Сомали, в легендарную страну Пунт за благовониями, за Ладаном и Миррой, которые всегда воскурялись в египетских храмах. Дальше эта экспедиция, царица, конечно, сама не ездила, там был ее поверенный, который вел весь этот флот. Экспедиция успешно прибыла, на стены храма детальные рельефы, какие они увидели хижины на сваях и какую совершенно потрясающую природу тропической Африки они увидели. Там в море, по которым плывут корабли Хаджипсут, скаты, ракообразные и совершенно удивительные животные моря, которые тоже были изображены чрезвычайно подробно. Дальше оттуда привезли не только украшения, не только благовония, не только золото, не только живых обезьян, но оттуда в катках везли настоящие ладановые деревья, которые когда-то были посажены здесь и здесь, перед храмом царицы Хаджипсут, была великая ее ладановая роща, которую она посадила для отца своего бога Амона. Тексты рассказывают о том, что когда экспедиция благополучно возвращалась в столицу, Фивы, столицу этого времени, нынешний Луксор, и царицу оповестили о том, что ей везут все то, что она хотела даже больше, она встречала всех на верхней террасе своего храма, натертой жидким золотом. Золото растирали с маслом, и вот эта абсолютная золотая фигура там наверху вот этих белоснежных террас встречала ладановые деревья, которые были самой драгоценной мечтой. Все подробности, все детали, даже слова работников, которые несут корзины, которые обращены к ладановым деревьям, а не просят их жить в благополучии в египетской земле, все это здесь сохранено. Недаром настоящее имя этого храма, понятно, что Дейр-Аль-Багари монастырь Севера это современное название, Джессер Джессеру, священнейший, священных, это один из самых знаменитых храмов западных Фив. Рассказывают об этом храме не только вот такие удивительные, хоть и стилизованные портреты царицы Хаджипсуд, но и свидетельства, которые связаны храмом совсем уж тесно. Перед вами изображение человека, которого звали Сененмуд. Он был выдающимся архитектором, создателем храма царицы Хаджипсуд, интеллектуалом, человеком, который при дворе имел более двадцати трех титулов. Это колоссально. Он не имел только титул Великого Визира. Он был ее фаворитом. Может быть, даже их связали какие-то другие отношения, определенные косвенные свидетельства, доказывающие это есть. Но здесь он изображен в самой почетной своей должности. Представьте себе, как египтянин в массивном парике присел на корточке, к нему прибежала маленькая девочка, и он обнял ее руками, которые одновременно закрывают его одеянием. Он защищает ее этими одеждами. Все одежды покрыты текстами. Глава маленькой девочки сверху выступает над пространством эмироглифического текста. Ее звали Нефрура. Это любимая дочь царицы Хаджипсут. Титул великого наставника дочери царской, которая, конечно же, имела еще огромную свою титулатуру, был самым любимым титулом Санамута. Он столько раз был изображен с этим ребенком вместе, что было совершенно несвойственно для других царских воспитателей. Неоднократно позволяло задать вопрос, что, возможно, это отцовское чувство, такое тоже могло быть. Во всяком случае, если такие статуи кубообразные, как мы их называем в истории эгипетского искусства, вполне характерны, то вот этот памятник совершенно пронзителен. Ничего подобного больше нет. Это Санамут, держащий на руках принцессу Нефрура. И она в знак того, что она совсем еще крошка, ей нет пяти лет, держит пальчик. У губ это традиционный для эгипетского искусства канонический жест, который показывает возраст младенца. Посмотрите, с каким искусством по подолу его набедренного опоясания спускается эрглифическая надпись, которая содержит в картуше, в овале имя принцессы. Нефрура, дословный перевод «красоты солнца». Удивительная история, когда в камне, а это грана диорит, запечатлено чувство. И чувство, которое было когда-то на рубеже 16-го и 15-го веков до новой эры. То есть, да, вот это совершенно невероятно отдаленная эпоха, а здесь искусство и образ, безусловно, сильнее, чем время и история. Там же, в Дейр-эль-Бахре, были найдены другие храмовые комплексы, и в Каирском музее хранится совершенно удивительный памятник Эдуард Навиль, который раскапывал этот комплекс в начале 20-го века. Он в какой-то момент обнаружил, что рядом с храмом Хадшипсут был еще один храм, который был построен в том месте, где был нестабильный известняк. В результате очередного землетрясения храм просто разрушился на куски, и главное его святилище было засыпано. Это святилище нашли археологи. В нем стояла культовая статуя богини Хадхор в образе священной коровы. Само святилище также прекрасно сохранило полихромную декорировку стен. Оно целиком было вырезано из скалы и перевезено в египетский музей. И под подбородком великой коровы Хадхор, подательницы молока и вечной жизни, фигурка царя Минхотепа II, XV век до Новой эры. Он же сосет молоко из ее вымени. Вот этот кадр сделан сбоку этого скульптурного памятника. И вот такой совершенно невероятный трогательный образ, задумайтесь, сохранился в прекрасном состоянии вот в такой глубокой древности, при том, что вся остальная часть храма просто съехала к полям, к обрабатываемой зоне полей, которые находились рядом здесь в Дейр-эль-Бахре. Когда я вам рассказываю о памятниках этого музея, на самом деле я испытываю совершенно невероятную сложность, потому что мне нужно было выбрать, о чем рассказать, а о чем нет. Поэтому я показываю зал скульптуры эпохи Нового царства, чтобы вы видели, через какое пространство памятников мы идем. В центре совершенно потрясающий образ богини Мерет Сегер, великая хранительница Фиванского некрополя, дословно любящая молчание. Она поднимается в виде огромной кобры, хранящей некрополь от грабителей, и фигурка царя Минхотепа II у нее под подбородком. Но меня интересует статуя старика, который сидит, прислонившись к стене, выполненный тоже из грана диорита. Я покажу сейчас вам этот памятник в двух ракурсах. Это совершенно великий человек для древнеегипетской цивилизации. Звали его Минхотеп, сын Хапу. Это великий мудрец-архитектор. Он строил колоннады Луксорского храма. Он почитался так же, как почитался Минхотеп. Это один из великих учителей египетской традиции. Статуя изображает его именно в возрасте. Насколько интересно сделано лицо. И если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что буквально истерты колени, покрыты ироглифическим текстом. Истерты, потому что сюда ходили тысячи паломников. Понятно, не в музее, а в Карнакский храм огромный, где когда-то стоял этот скульптурный памятник, для того, чтобы коснуться материального каменного тела великого обожественного мудреца. И среди тех текстов, которые есть на этой статуе, знаменитая фраза, цитата, когда он обращается к потомкам и говорит о людях Карнака, пришедшие, чтобы сказать Богу о нуждах ваших. Поставлен я его величеством Небмаатра, то есть Аминхотепом третьим его царем, передавать на небо о делах земных. Коли болят души ваши, коли трепещут сердца ваши, обратите уста ваши к ушам моим и скажите, что наболело у вас, ибо место мое таково о делах земных передавать в мир небесный. Это можно сравнить с образом какого-то святого, если с точки зрения западной традиции, безумно почитаемый человек и одна из его знаменитых статуй, когда-то стоявших в Карнаке, ныне в одном из залов Египетского музея в Каире. Эпоха обработан гранодиорит, какая пластика лица, какая шлифовка. Это та эпоха, когда были созданы те самые знаменитые петербургские сфинксы, которые стоят у нас в стране на набережной Невы. Но в египетской истории, в истории Древнего Востока эпоха роскоши это не всегда благополучие. Роскошь это торговля, торговля это корабли, корабли это провизия, провизия и кораблю с кораблей это крысы. Крысы это блохи, блохи это чума. На протяжении очень многих веков, в те периоды, когда та или иная древняя цивилизация переживала пик своего расцвета, в этот пик расцвета приходила чума. В итоге чума захватила Фивы при Аминхотепе третьем, и он обращается к оракулу богини Мут великому воплощению царственности с просьбой дать ответ, как избавиться от страшной болезни. В итоге оракул предлагает ему прославить великую богиню так, как не прославлял никто и нигде. Дальше Аминхотеп третья делает совершенно невероятную вещь. Он делает несколько сотен, больше на данный момент 800 известных статуй богини Матери в ее гневном образе. Это ливноголовый цехмет, который вот там выглядывает немножко из-за плеча того памятника, на который мы сейчас смотрим. Почему так много? Потому что каждый день прославлялись две цехмет, каждая из которых имела свой цитул. Одна из этих цехмет хранится, как вы знаете, в Эрмитаже, привезенный в 1837 году нашим востоковедам и путешественникам Авраам Сергеевичем Норовым. Я покажу вам ту цехмет, которая хранится, одну из цехмет Каирского музея. Посмотрите, какая работа. Как сделан львиный лик, несмотря на то, что это гранодиорит. Она с одной стороны гневная, яростная богиня, солнечная дочь, с другой стороны, она не только владычество чумы, эпидемии, эпизоотии, она еще великая госпожа медицины. Как и все другое, в Древней Египте она амбивалентна, она несет и наказание, и исцеление. Она несет то, что зависит, по сути, от восприятия этого божества. На голове солнечная змея, огромный солнечный диск. Посмотрите, как передан даже ворс в львиных ушах, совершенно фантастическая работа. Статуй с Эхмет много в Каирском музее, но благодаря вот этой печальной истории царствования Менхотепа III массу статуй с Эхмет имеют практически все музеи мира. Мы двигаемся с вами дальше и переходим в эпоху, в эпоху Амарны, в одну из самых непростых эпох египетской истории, которая была связана с религиозным переворотом, когда царь Менхотеп IV отказывается от религии своих предков и возносит хвалы единому солнечному диску, богу Атону. Религия не была монотеизмом, он почитал разные формы солнечного бога, но тем не менее храмы были закрыты, были упразднены определенные группы жречества и был упразднен канон искусства. Нам сейчас это все интересно больше с позиции искусства, потому что в это время художники, которые работали при дворе Менхотепа IV, меняющего своим на Эхнатон, угодный Атону, они обладали очень большой определенной свободой. Вы все помните великую Нефертити в синем парике, которая хранится в Берлине. Каирский музей, вздыхая, мечтает о ней со времен ее находки, она нелегально покинула Египет, но здесь хранятся не менее значимые памятники, связанные с этим царствованием. Почитание Атона. Очень интересная плита. В начале фигура Менхотепа IV, Эхнатона, который в ранние годы изображался с такими пышными бедрами, несколько даже женоподобным, потому что он ассоциировался с андрогинным предвечным божеством. Его мумия известна, кости известна, он обладал совершенно нормальным физическим телом. За ним великая красавица, знаменитая его жена Нефер Неферу, Атон Нефертити. Прекрасной красотами солнечного диска красавица пришла. У них было шесть дочерей, поэтому маленькие девочки всегда присутствуют в этих божественных процессиях. Сам солнечный диск, Атон, который он почитал в виде солнца с множеством рук, которые протягивают знаки жизни благополучия в царственной чете. Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите клетки, на которые была расчерчена эта плита. Вот в центре около убора Нефертити это очень хорошо видно. Это скульптурная модель, расчерченная на клетке. По клеткам это изображение переносилось на огромную стену царской гробницы. Именно так с прототипа, с модели, с образца копировались основные все изображения египетских храмов и гробниц, которые потом уже художник, который это делал, дорабатывал так, как он хотел это доработать. Там же рядом грандиозные колоссы Аминхотепа IV из первого храма Атона, который он строит в Карнаке, в Фивах. Храм назывался Геметпа Атон, Атон найден. Он здесь как великий бог Андрагин с поразительными совершенно чертами лица. Кому-то он очень нравится, кому-то наоборот это вызывает отторжение, очень диаметрально противоположные точки зрения. И в верхнем левой части этого кадра хроника раскопки Андрия Шеврие, как они были найдены в Карнаке. Но здесь есть одна очень интересная вещь. Вы знаете, очень часто в истории искусства не только египетского появляются канонические образы, но которые гуляют из альбома в альбом. Колосс Эхнатон из Геметпатона есть во всех книжках по древнеегипетскому искусству. В этот момент, прочитав о произведении искусства сотни страниц, ты перестаешь на самом деле его нормально видеть. Ты думаешь, что ты о нем все знаешь, ты все прочитал, ну сколько уже можно. В какой-то момент может произойти история, которая полностью поменяет восприятие этого памятника. Несколько лет тому назад выдающаяся шведская исследовательница Лайзе Манних, детально занимаясь этой эпохой именно этими статуями, доказала совершенно потрясающую вещь. Когда Эхнатон строит ранние храмы бога Атона, ему не хватает камня, ему не хватает материала, из которого он должен сделать свое изображение. И дальше великий придворный скульптор Бак делает изображение царя из колоссов его собственного отца. Берутся статуи Менхотепа III, и из них режутся новые статуи его сына. Именно поэтому так выступают картуши, овалы на животе, поэтому такие несоразмерные браслеты, детали, которые показывают, это абсолютно доказанная вещь. Детали, которые показывают вот эти не всегда удачно сделанные элементы переработки, очень-очень много. Делали все это на скорую руку, нужна была новая идея, новая столица, новое святилище, и огромные песчаненькие колоссы Менхотепа III из Луксорского храма стали изображениями собственного сына, перетащенные в храм на 3 километра к северу. Вот такая совершенно поразительная вещь, хотя глядя на эти памятники, очень много странностей, но требуется совершенно особый свежий взгляд и, конечно, колоссальный опыт и ум, и чутье. Вот без чутья здесь тоже никак. Для того, чтобы собрать все вот эти запятые точки воедино и получить гипотезу, которая к тому же еще и была доказана. Еще один памятник, который прославляет отношения в царской семье, сверху атон, который светит мириадами своих солнечных лучей, это знаменитая стела, царская стела семейная стела из Каирского музея, слева сам Эхнатон, и вот здесь мы видим то, что египетский художник на секунду стал свободным. Смотрите, в какой позе Эхнатон опирается на стул, на котором он сидит. Перед ним старшая дочь, он перед ней трясет сережкой золотой, и девочка в восторге пытается дотянуться до того украшения, которое вот-вот станет ее подарком. В правой части сидит Нефертити в своем высоком традиционном синем парике, и еще две девочки сидят у нее на коленках, они совсем малышки, они голенькие. Посмотрите, какой тонкий, полный любви жест, которым средняя девочка касается подбородка своей матери. Это то, что никогда до этого не изображало египетское искусство. Это личная жизнь царской семьи. Это то, что всегда за покрывалом. Здесь это стало возможным, и вот это тонкое личное чувство, оно делает эту эпоху великой вне зависимости, как относиться к его религиозным реформам. Религиозные реформы становятся совершенно вторичными, когда ты видишь памятники, которые так удивительно доносят до нашего времени человеческие чувства. Портретов нефертити много. Большая часть в Берлине. Есть отдельные ее изображения в других музеях мира. Вот это тот портрет, который можно увидеть в Египетском музее в Каире. Нашел его выдающийся британский ученый Джон Пентлбери, уже после того, как немецкие археологи, которые вывезли ряд шедевров, были отстранены от раскопок в городе Ахетатоне, в горизонте солнечного диска, как называлась столица Эхнатона и Нефертити. Памятник из кварцита, из очень прочного материала, который египтяне почитали как биат, совершенный камень, как окаменевший солнечные лучи. Он не завершен. Смотрите, какая интересная работа, центральная ось поправки художника, как идет медленное убирание кварцитовой массы под глазами для того, чтобы сделать всю необходимую моделировку лица. Уже завершены губы, и в них есть тот самый секрет портретов Нефертити. Если вы внимательно на нее посмотрите, у нее чуть-чуть едва-едва приокрытый рот. Как будто бы она хочет что-то сказать или вдохнула немножко воздух. Вот это та черта, которая дает портретам невероятную жизненность. Но меня интересует здесь другое. Вот это мои кадры, сделанные в прошлом году в Египетском музее в Каире. Я сейчас вам покажу этот памятник, как он снят в студии. Совершенно другое. Вот вам эти губы, и роскошные веки, и брови, и тонкий нос, и вот этот специфический Денифертити, такой изящный овал лица, и уже намеченные жилки на высокой шее, которая отличается из его портреты. Вы этого не увидите в Египетском музее, просто потому, что на ней не стоит специальное освещение. Опять же, в новом музее понятно, это один из великих шедевров, она будет выглядеть иначе. Поэтому каждый раз, показывая памятник, я рвусь между студийной съемкой и съемкой, которую вы можете сделать в музее, а на самом деле вашим опытом в музее. Видите-то вы в музее не студийную съемку, а вот эти памятники при их естественном освещении, так как они выставлены. Но опять же, это отчасти история музейного дела. Еще одна Нефертити, которую знают не так много, тоже из Кварцита, это Нефертити из Мемфиса. По-моему, описывать бесцельно, смотреть. Я понимаю, что Людвиг Борхар рассказал это о Нефертити в синем парике, но здесь работа совершенно невероятная. Посмотрите на эти губы. Вот это то, что, конечно, восхищает в этой работе и то, что прославляет великих мастеров, прежде всего, конечно, скульптора Тутмоса, знаменитого придворного скульптора, который сделал портрет в синем парике и который делал главные все изображения царицы на пике правления ее мужа Эхнатона. Там же, в этом Амарском зале, еще одно незавершенное свидетельство, которое из XIV века до Новой эры несет в наш мир человеческие чувства. Эхнатон, целующий свою дочь. Памятник незавершен, его не доделали, он был найден среди неудачных работ в мастерской Тутмоса того самого. А посмотрите, какой совершенно потрясающий поворот у нее головы, и как она к нему тянется. И да, вы часто ли видите египетского царя, который позволяет себе поцеловать свою любимую дочь, одну из шестерых. Фантастическая совершенно вещь, на которую, к сожалению, очень часто не обращают внимания те люди, которые приходят смотреть экспозицию этого зала. Гефертити. Гефертити носила цитул великой супруги царской. Тексты того времени говорили о том, что она обладала фантастическим голосом, она очень хорошо пела. В текстах вельмож прославляются тонкие руки, словно созданные слоновые кости, которыми она играет на музыкальных инструментах, в систрах сотрясая золотые трещотки, провожая солнце. Все так красиво, все так изысканно, но в этом есть одна деталь. Она не была любимой женой. Любимой женой была вот эта. Звали ее Кия. Судя по всему, она по происхождению была не египтянкой. Судя по всему, это метанийская принцесса Тудухеппа, которая была адаптирована в женский дом царя. Тонкое, немножко неегипетское лицо, выполненные из алебастры, инкрустированные глаза. Она никогда не была великой супругой царской. Она носила совершенно некольный титул. Жена царская очень-очень любимая. И я думаю, что Нефертити отдала бы все, включая великий синий парик, для того, чтобы получить этот титул. Любовь была столь невероятной, что на саркофаге этой женщины, на ее изножье были написаны стихи, созданные царем лично, в которых он сравнивает ее дыхание с северным ветром, которое несет к его ноздрям вечную жизнь вот через эту невероятную любовь. Любовь 14 века до новой эры и скульптурный портрет, который на самом деле является крышкой сосуда для внутренностей, которые были изъяты из ее тела при бальзамировании, положены и сохранены для вечности. Удивительная и печальная игра судьбы. Ее саркофаг был позже использован для погребения Эхнатона. То есть, это саркофаг знатной дамы, к которому добавлены царские регалии, добавлена царская борода. И здесь еще одна очень важная вещь, которая строится, основывается на вот этом невероятном внимании египтянина к имени. После того, как реформа рухнула, имя Эхнатона было проклято, он каким-то образом был похоронен в этом саркофаге, который сам, видимо, заказывал для своей любимой жены. И те, кто ворвались в гробницу, они сорвали лицо, чтобы уничтожить портретное сходство, и вырезали имя. На правом кадре вы видите вырезанный овал, там находилось царское имя. И только по детальной исследовании того, как было продавлено дерево золотыми инкрустациями, показало, что какие надписи там были на самом деле, и все это было возможно восстановить. Удивительный совершенно памятник, с одной стороны, великой любви, на его изножье, вот эти стихи о дыхании северного ветра, а с другой стороны, страшной ненависти к имени реформатора, от которого пострадали очень многие. И здесь загадок, наверное, больше, чем ответов на них. После крушения эпохи Амарной к власти приходит сын Эхнатона, вы все его знаете, при рождении его звали Тутанхатон, живое подобие богатона. Он возвращает культы традиционных богов Египта и меняет свое имя на Тутанхамон, живое подобие богамона. Восходит на престол девятилетним мальчикам, и при нем возрождающаяся традиционно египетская культура связана еще и с тем, что храмы стали пополнять новыми изображениями божеств. Здесь, на этом потрясающем памятнике, это один из бесспорных шедевров Египетского музея в Каире, Тутанхамон изображен в области лунного младенца, бога лунный хонсу. У него огромный локон младенца с правой части головы, у него заблизамированные целы, это иконография этого божества. Посмотрите, какая моделировка лица, совершенно фантастическая. Контуры губ, и щеки, и скулы, и как показаны веки, совершенно фантастические. Это то наследие омарной, которое было позже в святой египетской культуре, уже вернувшуюся традиционную религиозную форму, традиционное религиозное искусство, и то, что было так характерно для эпохи Тутанхамона. На правом кадре видна классическая проблема нынешней экспозиции Египетского музея в Каире, которая называется простым русским словом анахронизм. У его ног стоит хаджипсут. Она правила минимум за 150 лет до него. То есть здесь полностью соблюдать хронологию, когда ты гуляешь по экспозиции, совершенно невозможно. Еще один пример того, как выглядит памятник на самом деле слева, и как вы его видите в экспозиции. Буквально несколько лет назад, в начале 2000-х годов, голландские ученые под руководством выдающегося археолога Мартина Равена в некрополе Саккара нашли эту скульптурную чету. Замечательная египетская семья. Его звали Меринейт, и он был жрецом Атона в Мэнфисе, это эпоха Амарны, а его супругу звали Инеуя. Они пережили реформу Эхнатона и позже, судя по всему, влились уже во двор Тутанхамона, который основал новую столицу в Мэнфисе. Посмотрите, какой на ней парик. Посмотрите, какой на нем тонкое ожерелье Шибиу, это золото военной славы, это наградное золото, которое показывает, что он был отмечен за что-то царем. Тончайшее изображение плессированного египетского льна и центральные линии на его низком набедренном опоясании содержат его имена и титул из той краткой истории его жизни. То, что о нем должно было быть тоже запечатлено в вечности. Точно так же, как ожерелье ритуальное, которое держит она в левой руке, это символ ее статуса жрицы. Обычно жена такого вельможи была жрицей, певицей или музыкантшей. Она совершенно невероятно хороша. И, конечно, когда правильно поставленный свет, здесь скульптура начинает играть, вы видите игру этого света. И самое потрясающее в этом, это возможность, когда вот так освещен памятник, в музее, пройти вокруг него. Потому что буквально с изменением каждого градуса вашего взгляда на памятник образ будет меняться. Именно поэтому всегда, если кто-то занимается исследованием египетской скульптуры, ну и вообще скульптуры, всегда первое требование обязательно смотрите в оригинале. Не судите только по фотографиям, потому что фотография передает только один ракурс, один вот этот градус из множества возможных, когда вы взаимодействуете с этим памятником, в данном случае 14 века до новой эры. Еще один невероятный шедевр рафинированности – это знатная дама Иниуя. Это тоже часть большой скульптурной группы. Ее мужа, военачальника Нахтмина, преследовали, так уж случилось в истории. Несмотря на то, что когда-то ее ударили чем-то тяжелым по лицу, чтобы изуродовать ее внешность, смотрите, какие глаза, смотрите, какой парик, как передано, тонкое, плессированное льняное одеяние, которое не спадает вот такими волнами по ее телу. У нее тоже ожерелье жрицы, огромное ожерелье, и весь этот парик, он на самом деле имитирует с собой заросли тростника, из которых она смотрит, как золотая богиня любви, их отхор, для того, чтобы нести возрождение в этот мир. Судя по всему, со знаком вопроса, это, конечно, гипотеза, именно эта женщина была матерью знаменитой царицы Нефертари, любимой жены Рамсеса Великова, чью гробницу, я думаю, многие любители египетского, не только египетского искусства, знают удивительное изящество, тонкость и рафинированность, которая передавалась в поколениях. Порой у произведения египетского искусства складывались совершенно удивительные судьбы, которые связаны в любой, например, с Россией. Когда-то, когда эпоха Амарна уже завершилась, финал XIV века до Новой Эры, в храме бога Амона в Карнаке царь Харемхеп ставит огромную скульптурную группу. Он сам в образе бога Амона, а его любимая жена Муд Неджемет в образе богини Муд. Он, с одной стороны, поддерживал традиционную культуру Египта, он взрождал забытый при Амарне храмы, с другой стороны, он был просто военачальником, и ему нужно было легитимизировать свою власть. Он забывает про свою первую жену и не о ее, и выбирает в жены другую. Муд Неджемет была младшей сестрой царицы Нефертити. Это все та же амарнская семья. В итоге она здесь изображена рядом со своим супругом в образе богини Муд. Не просто богини небесных сфер, а богини, которая персонифицировала собой великую власть царицы. В средние века во время землетрясения памятник упал, раскололся на несколько тысяч частей, и в 2000 году выдающаяся исследователь эгипетского искусства госпожа Хурик Саруизиан проведя титанический анализ, собрала эти все фрагменты на металлической раме, для того, чтобы в том случае, когда новые фрагменты будут найдены, а их находят, их можно было дополнить дальше к этой реконструкции. До этого, до 2000 года, собрание Египетского музея стало только скульптурный портрет царицы. Ее очень любили, с нее делали слепки, и один из таких слепков был выставлен в Парижском музее Гиме, где его случайно во время одной из своих поездок находит Максимилиан Волошин. Он в нее влюбился, потому что она безумно напомнила Маргариту Сабашникову, первую любимую жену. Он заказывает в мастерских Берлинского музея слепок с изображением безымянной царицы. Он называет ее Таиах, выдуманным именем, не зная, что на самом деле ее звали Мунтно-Джемет, и когда-то в XIV веке до Новой Эры она, младшая сестра царицы Нефертити, прожила короткую, очень яркую, не очень-то и счастливую жизнь, как это часто бывало с египетскими царицами, но вошла в такой образ золотых памятников египетского искусства с невероятным портретом, который благодаря циклу сонетов о Луналик и Таиах, о великой египетской принцессе, вошел в образы русской литературы начала серебряного века. То есть, казалось бы, совсем неожиданной эпохи, но эталон красоты и это изящество разрушает время и становится тем, что вдохновляет совершенно других людей в другом континенте в другую эпоху. Начинается эпоха Рамсеса Великого, XIII век до Новой Эры. Рамсес представлен многочисленными памятниками музея. Я просто покажу их мельком, не рассказывая о них подробно. Часть коронационной статуи или, например, вот такой совершенно неожиданный образ Ребус. Младенец это сам Рамсес. Та поза, в которой он сидит с пальчиком урта на коленочках читается, как иероглиф Мес. Младенец. В руке у него влевый тростник Су. На его голове солнечный диск Ра. Все вместе Ра, Мес, Су. Это его имя. Это имя царя, воплощенное в солнечном младенце, над которым нависает в образе защиты великий сокол Харон. Удивительный памятник Ребус, который показывает возможность в любом смысле этого слова читать древнеегипетское искусство. Или еще один образ Рамсеса в виде вот такого замечательного сфинкса, который несет в руках сосуд с водой нового паводка Нилу, венчанной головой Овна, священного животного бога Амона. Или, может быть, совершенно удивительный образ одного из его старших сыновей, Хаймуаса, который был в своем XIII веке до новой эры, как мы помним с вами исследователем египетской истории былых эпох, реставратором отдельных пирамид, давно забытых гробниц, и человеком, который вошел в комплекс египетской литературы, как, кстати, Хаймуас, как великий мудрец, ищущий предвечное знание и книгу, написанную рукой бога. Ну, естественно, показав хоть кого-то из сыновей Рамсеса, дочери Рамсеса великого и царицы Нефертари. Я позволю себе сначала показать крупный фрагмент. Вот так выглядит памятник целиком. Синий парик, золотое ожерелье, в руках ожерелье менот, символ жрицы, модиус, корона из золотых змей, символ власти матери богов на голове, золотые солнечные шары в ушах, даже несмотря на то, что она повреждена, она безумно красива, но при этом египетский художник, он красоту подчеркивает не только образом, а и знаком. Поверьте на слово, либо проверьте, те, кто знает язык, такие в зале есть, все ее ожерелье состоит из знаков нефер, красота. Красота, 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 то есть многократно повторенное слово красота, из которого состоит ее ожерелье, для того, чтобы если вдруг вы уж этого не прочувствовали, то прочтите и поймите то, что испытывал художник. Очень долгие годы, когда ее Питри, великий Уильям Мэтью Фриндерс Питри, отец британской археологии, нашел в Фибах, в Армисеуме, она была просто белой принцессой, потому что у нее на опорном столбе сзади надписи, титулы, которые восхваляют ее как великую певицу, но в тот момент, где должно было начинаться имя, статуя обламывается, нижняя часть ее найдена не была. И так бы она и осталась безымянной белой царицей эпохи Армсеса Великого, если бы однажды в 1981 году в далеком верхнеегипетском городе Ахмимини начали бы строить почту. Когда стали строить почту и вырыли котлован, стали заливать бетон, фундамент, и хорошо, так бы и залили. Хорошо, что рядом проходил ребенок, старший брат которого был инспектором службы древности, он заглянул в котлован и рассказал брату. Дальше прибежал брат, посмотрел в котлован и написал, слава тебе, Господи, что он это сделал? Донос в министерство в Каир, потому что там на дне котлована проступал гигантский расписной парик огромной статуи царицы, на месте которой хотели построить почту. Там когда-то находился гигантский храмовый комплекс. Конечно же, стройку остановили, а ее подняли. Это великий колосс Меритамон. И все надписи на ее опорном столбе совпали с белой царицей Каирского музея. И этот памятник позволил наконец точно сказать, с какой из красавиц Древнего Египта 13 века до Новой Эры мы имеем здесь дело. Я позволю себе абсолютно некорректную вещь, но я покажу этот кадр для того, чтобы вы поняли размер статуи. Вот я там сижу, у нее около ножек. Она 12-метровая. Это грандиозный образ любимой дочери Рамцесса, которая стояла перед входом в храм в городе, который был связан с истоками этого рода. И когда-то, представьте себе, вот ее нашли лежащую, упавшую после землетрясения, ее медленно поднимали, укрепляли фундамент. И ныне, если вы приедете в город Ахмим, это где-то, наверное, 4 часа езды на север от Луксора, то вы сможете увидеть вот такую совершенно невозможную красоту эпохи Рамцесса Великого. Ну или если вас не занесет судьба в город Ахмим, то хотя бы в Египетском музее в Каире вы увидите ее образ. Эпоха Рамесидов представлена здесь богато. Я покажу коронационный памятник, очень интересный, Тарамсесс III, XII век до Новой Эры. Его, как великий владыка северных пределов страны, слева коронует сокологоловый хор, справа Сет, как великий владыка юга, тоже надевает на него короны. Царь идет, как наследник богов, как владыка Верхнего и Нижнего Египта. Это та же самая идея, которая была когда-то в 31 веке до Новой Эры отражена на палетке Нормера, который побивал, объединяя страну под своей властью своего противника. Вот другой образ, который тоже идею несет в пространство искусства. Ну и если вот этот памятник, он очень храмовый, церемониальный, то вот другой портрет Рамесиза III, совершенно фантастический. Мимо него тоже все бегут. Это же не золото. Посмотрите, как в камне инкрустированы были глаза. Несмотря на потерю инкрустации, видна вся тонкость этой стеклянной линии. Какие губы, какая моделировка лица, какой парик. Совершенно фантастический портрет этого царя, который погиб в результате гаремного заговора в XII веке до новой эры. Не только цари и мудрецы эпохи, и все те, кто окружал царский двор. Вот этот великий жрец бога Омона Рамсиснах, например, пережил четырех царей, будучи верховным жрецом Карнахского храма. Цари менялись, жрецы оставались вечными. Обезьянка, которая сидит у него за затылком, это священный бубуин бога Тота, бога мудрости, луны, магии и письма, который показывает, что перед нами великий мудрец. И вновь он в позе писца, так же, как в XXV веке до новой эры, и вновь развернут папирус, но только пишет он теперь свою биографию, историю своей жизни, которую смогут прочитать потомки, если они подойдут к этой статуе, которая, конечно же, стояла в Карнахском храме бога Омона на юге страны. А дальше, мы когда с вами идем по залам музея, саркофаги, я не буду о них рассказывать, фрагменты царских дворцов, статуи, их много. И дальше, пытаясь выбрать хоть что-то, а это первое тысячелетие до новой эры, это медленное угасание египетской культуры и традиций, я покажу вам еще одну великую женщину, очень красивую. Ее титул был супруга бога, это верховная жрица Карнахского храма. Она изображена здесь как царица, и памятник выполнен из превосходного молочно-белого алебастра. Алебастер – это условное название этого камня, правильно, минералогически, это травертин. Это то, из чего делаются египетские косметические предметы, светильники и все эти роскошные памятники. У нее скипетр хетес, в виде такого удлиненного цветка водяной лилии, это скипетр высшей власти царицы. Когда ее Мариэт нашел, он был потрясен, нашел ее в Карнаке. Он ее перевозит в Каирский музей, и несправедливость судьбы, которая повредила ей фрагмент носа, была для него столь велика, что ночью, сидя в музее, Мариэт из гипса доделывает ей профиль, для того, чтобы лицо было таким же совершенным, как в тот момент, когда она была изготовлена. Я специально по одной причине, вы поймете по какой, я не буду показывать сегодня реконструкцию, покажу вот то, как она выглядит, конечно же, потом это дополнение убрали. Звали ее Аминердис. Это был тот образ, который Мариэт берет основным, когда по приказу египетских властей ему советуют написать основу сценария для будущей оперы Аида. Это прототип Амнерис, это единственное историческое лицо в опере, которое, тем не менее, создано вокруг сложного взаимоотношения Египта и Кушитского царства, который в опере назван Эфиопией, и в центре этого великая супруга бога Аминердис. Ее образ, великий прототип Амнерис, стоит в центре галереи позднего времени Египетского музея в Каире. Когда смотришь на первый этаж со второго, не бойтесь, столько же я о нем рассказывать не буду, то действительно это смешение эпох, судеб, историй, и здесь неволе надо на чем-то остановиться, потому что слева вот тут статуя стоит, так жестко закрепленная сверху крюками, это, между прочим, парадный колосс Александра Великого. Того самого, который пришел, освободив Египет от персов, и был признан сыном бога и царем в Египте. Позднее время, которое с первого этажа в Каире переходит во второй, это и погребальные пелены, и удивительные, совершенно позолоченные маски, и та культура античности, в котором парадному, яркому, очень специфическому и мудрому древнему Египту места-то уже и не было. И дальше в Александрии и в других крупных районах Египта в то время, в крупных городах, медленно уходят египетские традиции, приходят традиции античные. Уходит золотая погребальная маска, это второй век до новой эры, приходит фаюмский портрет. Знаменитые портреты, сделанные в технике инкаустики, это смесь темпер и воска, когда масса пигмента накладывается металлическим стеком на тонкую кедровую доску. Эти портреты, это известно, висели в домах, и потом, когда человек умирал, они монтировались в чехову мумии либо в саркофаг на то место, которое раньше занимала погребальная маска. Два, условно, два брата, два молодых мужчин, это один из самых знаменитых фаюмских портретов в Египетском музее в Каире, посмотрите, какая работа. Я уже не буду дальше влезать в историю мирового искусства, напоминать, что отсюда родилась византийская иконопись и так далее. То есть, это, как в свое время сказал великий русский востоковед Борис Александрович Тураев, такую бы область современной жизни бы мы не взяли, если мы хорошо покопаемся, рано или поздно мы придем в Египет. Второй этаж Каирского музея это вовсе не хронология, это отдельно вот такими блоками выставлены истории великих открытий. Вокруг них вот так мириадами идут витрины с находками. Вот это находки из разных разоренных гробниц долины царей. Я покажу вам один-единственный предмет, совершенно поразительный. Подобную фигуру бога Осириса полую наполняли илом и зерном, аналог, помните, на прошлой лекции я вам показывал, оно прорастало, закрывали крышкой и ставили в гробницу как символ вечной жизни, как символ того, что зерно все равно прорастет, а смерть будет повержена. Теперь посмотрите, как выполнено лицо. 14 век до новой эры, это из гробницы Харамхеба, того самого, который был женат на царице Мутнаджемет. Удивительный памятник, который тоже, вот просто в боковой нишке он где-то там в музее стоит, он толком не опубликован, мимо него все несутся, и это, наверное, беда любого великого музея, заставить человека остановиться, задуматься и посмотреть, что находится вокруг него. А вокруг мириады богов, море амулетов. Я вот фрагмент покажу, разные образы богини-матери, невероятно красивый образ богини Мутнаджемет, которая кормит лунного младенца грудью, и сзади огромная фигура грифа, которая еще одна ипостась, которая защищает кормящую мать. И Сида со своим символом престолом на голове, и Сида кормящим младенца хора. И дальше, в этом гигантском мире, несколько великих находок, мимо которых я пройти не могу. Представьте, что вы заходите в городской дом, который закрыли на лето. Представьте, спертый воздух в комнате, ценные предметы, молчаливые предметы мебели. Чувство, что вы только что побеспокоили призрачных владельцев пустых кресел, желание открыть окна, чтобы вновь впустить в эту комнату жизнь. Это было то, что так поразило в первый момент, когда мы стояли, вскрыв гробницу, действительно ошеломленные, и пристально разглядывали реликвии того времени, которое прошло вот уже более трех тысячелетий тому назад. Артур Вейгл, один из выдающихся археологов, который в долине царей в 1905 году нашел гробницу Юйя и Туя, высокопоставленных вельмож, мужа и жены, которые были родителями царицы Тея, любимой женой Минхотепа III. Вот это саркофаги Юйя. Один вкладывался в другой. Это Юйя и Туя, совершенно фантастически сопричтленные в золоте, в драгоценных материалах. Причем слева Юйя самый внутренний его саркофаг, а Туя это не самый внутренний его саркофаг, а промежуточный. Вот так он выглядит. Это все дерево кедровое, позолоченное. Царица любила своих родителей. И до находки гробницы Тутанхамона это было самое богатое египетское захоронение, которое знала египетская археология. Это лицо внутреннего саркофага Туя. Это один из самых великих памятников египетского музея в Каире. И вы знаете, такой до боли египетский памятник. То есть золото, улыбка вечности, синие косметические линьки, гигантский глаз, потому что вообще-то это еще ворота души. То есть это не просто скульптурный портрет. И золотой вот такой век археологии, совершенно невозможный. Расчищая себе путь между стеной и скальным массивом потолка, господин Масперо и господин Дэвис, который оплачивал раскопки, вскоре оказались в центре пространства, заваленного погребальными утварью, которая в отблесках свечей, горящих у них в руках, вызывала восхищение и замешательство. Постепенно предметы один за другим были извлечены из бесформенной массы и засияли на холодном воздухе у входа в гробницу с золотом, с поверхности которого была стерта пыль. Сохранность всего найденного была столь превосходна, что даже серебро на предметах ослепительно сияло. Через три дня, прежде чем можно было хоть что-то предпринять, серебро стало практически черным. Другой воздух, другой климат, другая влажность. Но тем не менее золото недармовые египетские мастера воспевали как символ нетленности. Образы сохранил невероятно. Еще один памятник из этой гробницы. Это кресло, которое внучка Юги Итуи, великая принцесса Сатамон, заказала для погребения бабушки и дедушки. Им гробница. Это подарок любимой внучке. Она сама изображена в церемониальной позе. Служанки ей подносят ювелирные украшения. Внимательно посмотрите, как выполнено это кресло. На передней его части две эгиды, скульптурные портреты царевны Сатамон в пышных ожерельях. Сейчас я зачитаю вам совершенно поразительный момент, который был связан с находкой этого памятника. Эта женщина, речь идет об императрице Евгении, вдове французского императора Наполеона III, которая была приглашена на раскоп, потому что она гостила в Египте зимой, когда шли исследования. Вау, расскажите мне хоть что-нибудь о раскрытии этой гробницы. Мы смешались. Квиббл сказал, с удовольствием, однако, к сожалению, я не смогу отдать вам кресло, на которое вы так пристально смотрите. Почему? Это милое кресло, так пошло бы мне. И тут она, перед нашими расширенными от ужаса глазами, быстро вбежала в погребальную камеру и с размаху усел из кресла, в котором никто не сидел более трех тысяч лет. Кресло выдержало это кедровое дерево. Императрица Евгения не получила его, конечно, она осталась в Египетском музее в Каире. А это тот образ, который потом воспроизводился активно во французском искусстве. Помните мебель эпохи ампир? Вы все об этом подумали, когда вы смотрели на этот памятник. Да, вот отсюда начались и эти истории. Ну и, конечно, говоря о Юи и Туи, мумии, которых прекрасно сохранились и лежат в этих внутренних саркофагах, я не могу не показать портрет самой царицы Теи, их любимой дочери, одной из величайших цариц Древнего Востока, любимой женой Минхотепа III, матери Эхнатона. Крохотный скульптурный портрет высотой буквально около 8 сантиметров, который там же на втором этаже Египетского музея в Каире рассказывает историю о блистательной эпохе XIV века до Новой Эры. Еще одна царица звали их Хотеп. Правила она в XVI веке до Новой Эры, когда Египет воевал за свою независимость с племенами кочевников. Ее роль в отправке провизии на фронт была столь велика, что она получила высший военный орден трех огромных монолитно-золотых мух, такое ожерелье в виде золотых мух, которое никогда до этого египетской истории не получало женщина. Гробницу царицы полностью непотревоженную нашли, когда Мариэт был в Каире. И Дауд Паша, губернатор Кены, решил сделать ему подарок. Он снял все украшения с мумии царицы, выложил их на черный бархат, вышвырнул останки царицы в унил. Говорят, что Мариэт бил всех палкой лично при встрече, когда ему передали эти украшения. Это была единственная до сих пор нетронутая полностью гробница египетской царицы с останками, которые поступили вот так. Перед вами ее великолепный золотой саркофаг, орден золотой мухи, хранится в Луксорском музее, в филиале египетского музея в Каире, многие другие вещи в золотой комнате музея на площади Тахир. Безумно обидная история, и, конечно, не только история археологии, а просто непочтительного отношения к царице, которая когда-то была легендой, орденоносной легендой египетского государства, непростая царица. Но вот такой удивительный саркофаг. Если этот саркофаг в огромном парике, который ассоциирует ее с богиней Хадхор, поражает золотом, то вот этот саркофаг, я покажу несколько кадров, позволю себе, он мой любимый, он поражает совершенно другим, работой мастера. Это кедровое дерево, смотрите на ее лицо, на инкрустированные глаза, ощущение, что кожа припудрена, она выставлена в зале, где очень мало света, достаточно тяжело, действительно адекватно ее передать, бледно-бледный персиковый оттенок кожи. Когда-то все, что вы видите желтым, было покрыто золотом, это украли грабители, фрагменты парика были инкрустированы синим стеклом. В правой части кадра вы сейчас видите саркофаг в рост 313,5 см, она больше 3 метров, в ней внутри был внутренний саркофаг, меньший, в котором, в свою очередь, находился же мумий царица. Знаменитая царица Яхмисмеритамон, 16 век до новой эры, один из самых поразительных скульптурных памятников Египта, воплощенный вот здесь в этом произведении погребального искусства. Совсем рядом стоит простой саркофаг, которым когда-то была найдена мумия Рамсеса Великого. В 1881 году местные жители в Луксоре на западном берегу нашли тайник, где когда-то в X веке до новой эры жрецы перезахоронили великих своих царей. Это мумия Рамсеса Великого. Это совершенно удивительная черта египетской культуры, что порой, говоря о великих царях и царицах, можно посмотреть не только на памятник, но и на реальные останки. В египетском музее в Каире два зала царских мумий. Это Рамсес Великий, это его отец Сети Первый, верхняя часть кадра. А сейчас внизу вы видите очень редкий кадр. Это мумии царей и цариц готовятся к исследованию на третьем этаже Египетского музея в Каире. Мало кто знает, что он есть вообще. Он есть только в двух крохотных флигельных башнях. И именно там хранятся мумии, которые следуются, в саркофаге, там находятся реставрационные лаборатории. Это абсолютно закрытый мир небожителей в прямом смысле этого слова. Туда очень сложно попасть. Вот там, видите, красным выделено прямоугольником сейчас. Вот это и есть тот третий этаж, о котором не догадываются посетители музея, точно так же, как они не догадываются о великих подвалах этого здания на площади Тахрир. Туда, на третий этаж, изначально свозились все царские мумии, там они исследовались, прежде чем они попадали в те два больших зала, где они доступны посетителям. К сожалению, в XIX веке, когда были найдены мумии величайших царей, не всегда перевозка велась очень аккуратно. Поэтому те кадры, которые сохранились, например, от 1898 года, они лучше передают образ великих царей и цариц, нежели нынешние образы, фотографии этих мумий в собрании музея. Это царица Тея, которую вы знаете. Я на всякий случай показываю скульптурный портрет. Ее родители Юи и Туя. От нее нет ощущения абсолютно мертвого тела. Потрясающая грива собственных волос, редкость для египтян. Она крохотная, она очень тоненькая. И вы знаете, когда на нее смотришь в профиль, у нее такая осанка царицы. Там такое величие в этой крохотной фигуре. И когда-то тело было частично вызолочено, и ногти были покрыты лаком карминно-красного цвета из растертой охры и смолы кедрового дерева. Одна из самых легендарных египетских женщин XIV века до Новой эры. И это кадр 1898 года. Это кадр Виктора Лоре, великого французского археолога, который нашел тайник с мумиями в долине царей в гробнице Аминхотепа II. Одна из самых поразительных мумий это была мумия царицы Тея. Сегодня ее можно посмотреть в залах мумий Каирского музея, который выглядит вот так. Они весьма достойно выставлены. То есть они все прикрыты тканью. Вы можете видеть стопы и лица. Лица очень разные. Лица очень интересные. Когда будет построен новый великий музей в Гизе, а этот музей закроется на реставрацию, мумии уедут в южный пригород Каира, в Фустат, где строится, он готов, в совершенно отдельный музей египетской цивилизации от глубокой архаики до революции Мубарака. В центре ядро это мавзолей. И там внутри мавзолея предстанут в том числе и те царские останки, которые никогда не экспонировались в здании на площади Тахрир. В этом музее хранятся великие сейчас царские останки, тела известных вельмож. Сотни тысяч, если не миллионы других мумий, миллионы на самом деле, они не попадают в Каирский музей, просто класть некуда. В центре Каира, в даунтаун, есть огромное здание госпиталя Каср-эль-Айни. И вот в госпитале Каср-эль-Айни, в его многочисленных подземных этажах, там хранятся миллионы древних египтян. Там хранятся останки, ноги, руки, головы, все то, что находят в гробницах, поступают туда, а не в Каирский музей. Рядом с залом царских мумий выставлены царские любимцы. Это мумии животных, не только священных, но и любимых. Вот эта потрясающая собака и маленький бабуинчик были погребены в долине царей. Это царские животные. Рядом они были найдены с гробницей, между гробницей Аминхотепа II и Харамхеба, то есть это либо 15-е, либо 14-е века до новой эры. Судя по исследованиям, бабуин прожил очень долгую счастливую жизнь, но у него были в детстве изъяты клыки, для того, чтобы он царскую персону не мог покусать. И вот согласитесь, вот эта собака, на которой сохранилась шерсть, это совершенно фантастически, такое трогательное, печальное, такое удивительное зрелище одновременно. Рядом с этими царскими любимцами кошки священные слева, справа саркофаг для любимой кошки принца Тутмоса, сына царицы Теи. У него была любимая кошка, звали ее Томиид, госпожа кошка, а не какая-нибудь там вам кошка с храма во двора. Когда она умерла, она вот видите, там на этом саркофаге изображена жертвенником, полным приношений. То есть вообще такой саркофаг роскошный совершенно. И вот в таком саркофаге она была отдана в мир иной. Это целый зал священных животных, совершенно отдельная зона Египетского музея в Каире, совершенно поразительная. Там шестиметровые крокодилы и более даже, чем шестиметров, огромные окуни, кошки. Весь вот этот мир священных животных Египта совершенно поразительный и потрясающий. Ну и раз я уже сказал о животных, я не могу не показать знаменитого каирского гиппопотама, он очарователен. Это XIX век до новой эры. Такие гиппопотамы, которые ассоциировались с несущей жизнь нильской стихи, ставили в гробнице этой эпохи. И вот здесь он выполнен из фаянса. При этом обратите внимание, что повреждены ноги, отбитые немножко ноги, для того, чтобы он не мог двигаться и причинить какой-то ущерб владельцу гробницы. То есть здесь опять же ритуальный контекст, он очень и очень важен. Я совершенно не буду вам рассказывать долго и подробно про гробницу Тутанхамона. Было бы жестоко. Я просто пройдусь по галереи и напомню о некоторых вещах. Птах, покровитель искусства и ремесла. Все из гробницы Тутанхамона. Дерево, золото, фаянсовый, головной вор. Царский парадный трон. На спинке Тутанхамон в образе солнца, его супруга, третья дочь Ахнатона и Нефертити, Анхес и Намун в образе звезды Сириус. Золото, серебро, крашеное слоновое костер, Далики, синий фаянс. Чаша благопожелания, царский кубок в виде распустившейся белой водяной лилии с богами миллионов лет, которые сидят на бутонах и пожеланиями северного ветра у стам царя, когда он будет отпивать воду или любой другой напиток из этой чаши. Тот самый алебастер. Я поставил все-таки студийный кадр. Не могу не показать, потому что вы видите здесь всю прозрачность камней и потрясающую работу мастера. Огромная ладья на постаменте с головами священных орексов, животных пустыни. Здесь в постамент наливалась вода, ставились водяные растения. Это центральный предмет на поминальном столе, когда хранили Тутанхамона. Это то, что потом во французских сервизах будет называться сухту дуэтаблю. Центральный какой-то скульптурный такой объект. Это поминальная ладья и то, что в центре ладьи, это саркофаг, а впереди, держа при этом цветок водяной лилии как символ надежды на вечную жизнь, плывет вдова. Это Анхисанамон во время погребальной процессии. Еще одно свидетельство любви. Это крышка ларца, выполненного из слоновой кости. Слева Тутанхамон, сцена в саду. Его супруга протягивает ему букеты. Рядом вы видите служанок, которые собирают странные желтые плоды с кустов. Это мандрагора. Это мандрагоровые яблоки. Это свежикая священная храмовая реремет, храмовая мандрагора, которая считалась символом невероятной неизбывной страсти и силы богини-матери. То есть это признание любви. Она в мандрагоровом саду протягивает ему букеты, которые символизируют о ее чувстве. Совсем печальные предметы. О них мало кто знает. Это маленькие саркофаги для мертворожденных двух дочерей. Тутанхамона и Анхисанамон, которые были вместе с отцом погребены в его гробнице. Работа из слоновой кости это подголовник для царской мумии, причем центральная фигура это бог воздуха Шу, который отрывает от земли небо. И голова царя, которая в этом небе становится как бы солнечным диском, она должна взойти на восточном горизонте, так же, как утром восходит солнце, а значит царь должен победить смерть и обрести жизнь вечную. Образ Анубиса, не просто владыки Некрополя, но великого трансформатора, того, кто трансформирует сущность умершего на путях иного мира. Анубис Хенти с Эх Нечер, тот, кто впереди божественного навеса, владыка бальзамирования. Статую несли в начале погребальной процессии, на самом деле статуя реликварий, в нем внутри пустота, в которой были сложены ритуальные предметы для отверзания уст и очей, которые делались вот той самой церемонии оживления духа, которая проводилась для Тутанхамона. Исторический кадр слева. Это огромный ковчег, выполненный из дерева золота. Внутри него хранились внутренности царя. Совершенно фантастический образ богини Салкет, одной из четырех богинь-хранительниц дерева и золота, которые охраняют этот ковчег так же, как это было задумано мастером в XIV веке до Новой эры. Ковчег открывался, в нем был маленький такой ковчег, такой же практически по форме, выполненный из алебастра. Когда его крышка открывалась, то представали вот такие четыре скульптурных портрета царя из алебастра. Они когда поднимались, под ними пустоты. В пустотах маленькие золотые гробики. В золотых гробиках, соответственно, уже внутренности царя. Это один из самых знаменитых памятников египетского искусства. Царские саркофаги. Тот, который ближе к нам, он внутренний, он весит 110 килограммов. Ну и, конечно, главная легенда египетского музея в Каире. Царская погребальная маска. Золото, лазурит, обсидиановые зрачки, белый известняк белка, 10,5 килограммов золота, но о золоте ли здесь, наверное, не стоит говорить. Так понятно. Фантастический совершенно взгляд бессмертного духа, в который должен трансформироваться тотанхамон и в таком образе боссоединиться с пресветлыми душами предков в северной части неба. Все смотрят на лицо. Оно фантастически красиво. Мало кто смотрит на затылочную часть, которую я вам показывал в самом начале лекции. Там заклинание. Там заклинание о его трансформации в великого предвечного бога. И это заклинание известно в египетской заупокойной литературе как минимум за 400 лет до того момента, как была изготовлена великая погребальная маска. На подбородке длинная борода Хибисут, которая ассоциирует его с божествами нового мира и, конечно же, с Осирисом, с богом, который победил смерть. И через отождествление, с которым древний египтянин надеялся обрести бессмертие. Там рядом с Тутон-Хамоном есть еще золотые залы. И в одном из них я практически ничего не буду показывать. Лежат вещи из гробниц, найденных в 1930-х годах, 38-42-й, в северном городе Таниси. Там правили цари в X веке до Новой Эры. И гробницы были тоже непотревожены. Их нашел французский археолог Пьер Монте. Вот эта чаша для заупокойного возлияния в виде распустившегося цветка водяной люлии. Или вот этот потрясающий серебряный саркофаг Псусениса I. Вы все знаете Тутон-Хамона. А имя Псусениса, греческая версия египетского имя Па-Себа-Хайн-Ниут, неизвестно практически никому. Потому что свою находку Пьер Монте опубликовал во время Второй мировой войны. Миру было не до египетских сокровищ. И вскрыв гробницу, понимая, что его отзывают на фронт, а он сражался во французском сопротивлении, потом он срочно переводит все, что успел найти в подвал египетского музея в Каире, который становится новой гробницей Псусениса, и где его тело было сохранено. Несмотря на все попытки добраться до царского золота, подвалы сохранили царские сокровища. И победив в войне в сопротивлении Монте возвращается в Египет для того, чтобы исследовать найденные вот эти потрясающие царские останки уже внутри египетского музея в Каире. 2011 год, революция, крушение богов и крушение эпохи. Портрет Хосни Мубарака, который сдирали со стен, и площадь Тахрир, которая становится центром египетской революции. И вот там светится египетский музей. Вечером 29 января 2011 года несколько полицейских и сотрудников туристской полиции под руководством крупного функционера местной демократической партии на кране пробираются на крышу египетского музея в Каире, пробивают стекла и спускаются вниз. К счастью, эти люди мало до этого ходили в музей. Они искали Тутанхамон, они не могли найти золотой зал. С другой стороны, золотой зал перекрывается специальными, очень плотными решетками на специальных замках. В итоге люди били витрины, брали вещи, думая, что это золото, это было позолоченное дерево. И вот этими вещами в ненависти они крушили уже следующие витрины. Несколько кадров этой страшной для Каирского музея эпохи, военной в музее. Очень важный момент заключается в том, что на протяжении трех суток без власти объединившиеся археологи, горожане, студенты, аспиранты, библиотекари, художники держали живую цепь вокруг Каирского музея, узнав, что его взломали друг друга, не пускали никого к музею. Точно такое же оцепление египтян было вокруг Александрийской библиотеки. И самое невероятное, такое же оцепление было вокруг национального Карнакского храма. Друзья мои, это территория ВВЦ в Москве. И с миноретов Мулы объявляли, с какой стороны храма готовится прорыв с высоты. Они смотрели, где там люди, которые хотели ограбить храмовые хранилища, где хранились памятники. То есть вот это такая потрясающая египетская национальная идея, которая преодолела религии и культурные коды. Языки, они поняли, что это надо спасать. Музей в итоге пострадал не так сильно, как мог бы. 60 вещей было украдено, из них 42 предмета на данный момент возвращены. Вот это вещи из разбитых витрин, это дирекция музея, это кабинет директора, тогдашний директор, Тарай Калавади, вот вернули у Шепти Юии, отца царицы Тея, парадные трубы Тутанхамона. А вот это было совсем страшным. Потому что несколько знаменитых памятников очень сильно пострадало. Это знаменитая статуя Тутанхамона на Нильском челне, когда он изображен в виде бога, справедливости, бьющего, невидимого зверя хаоса в водах. Я сразу же вам скажу, что левый кадр это 2016 год. И все фрагменты были найдены, и в итоге вот так достойно было отреставрировано. В Египте есть потрясающая женщина, Надья Локма, это старший реставратор Египетского музея в Каире, который ночами сидел и делал вот это. У нее получилось. Еще один памятник это Тутанхамон на Черной пантере. Вот что было. Верхний кадр это 1973 год. Это государственный музей изобретательных искусств имени Пушкина. Это те вещи, которые были в России у нас в СССР на выставках. К счастью, тоже вы видите уже результат работы реставратора. Тогдашний, уже ушедший в отставку министра по делам древности доктор Захихауас осматривает спасенные вещи в лабораториях Каирского музея. Это очень редкий кадр. Это реставрационная лаборатория. Вы видите здесь помимо этих спасенных вещей еще вот там и саркофаги, и памятники. Здесь ведется работа по спасению и консервации египетских древностей. Украденную статую Эхнатона не смогли продать и подбросили к помойке Каирского музея, где ее нашла осмотрительница и притащила в кабинет директора. Памятник было невозможно продать. Он есть во всех каталогах египетского искусства. Это невозможно. Самая страшная потеря. Памятник, который не имел аналогов больше нигде. Статуя богиня Менкерет, которая несет маленького Тутанхамона к рождению вечной жизни в иной мир. Все, что от нее осталось, от нее оторвали не только фигурку царя, но и скульптурный портрет, от нее отодрали лицо. Все, что осталось, вот этот торс был брошен в парке Каирского музея. До сих пор фрагменты, к сожалению, не найдены. А до этого такие памятники были известны только по росписи на стенах царских гробниц. Это единственный пример. Это главная потеря египетской революции, абсолютно невосполнимая и аналогов, как я уже сказал, не имеющая. И вот когда все, казалось бы, и музей был взят под охрану. А в 2014 году случается еще одна история, которая не очень хорошим эхом прозвучала по музею. В момент мытья витрины тогдашний хранитель не так взяла за маску Тотанхамона, маска Тотанхамона упала на нее, не отломилась борода. Дама позвала своего супруга, который был младшим реставратором, студентом, и он приклеил бороду на эпоксидную смолу. Кадр 2014 года вы видите здесь. Дальше потребовал смешательство всего международного сообщества и работа фантастического эксперта Кристиана Экмана, который палочками специального дерева, не разогревая маску, медленно под микроскопом убирал эпоксидную смолу и дальше крепил обратно бороду. Это уникальный кадр, это маска Тотанхамона в лаборатории. Мы, кстати, впервые узнали очень многое о маске Тотанхамона, потому что, знаете, как великие вещи, к ним никто старается их не трогать, их не касаться. Здесь уж беда заставила. Маска была очень качественно отреставрирована. Чтобы вы понимали, борода весит 2,5 килограмма. Она фаянсово-мокрустированная, то есть это такая серьезная вещь. Вот тоже, давно ли вы видели маску Тотанхамона вот с такого ракурса? Совершенно удивительные кадры. Ну и вот ее ставят уже в витрину отреставрированную. Великий символ, невывозимый с Египта по специальному решению египетского парламента. Поэтому то, как она экспонировалась, в том числе в СССР в 70-х годах, это была абсолютно уникальная история, возможно, благодаря Нассеру. Теперь это уже невозможно. Только там, в Каире. По скриптум. А что же дальше? Это проект Великого музея в Гизе. Грандиозный норвежский проект, который делается на японские деньги. Самый дорогой музей последнего десятилетия 1 миллиард 200 миллионов долларов, из которых 760 миллионов это грант японской императорской семьи и японского фонда культурного взаимодействия. Остальная часть суммы это египетские деньги, которые вкладываются в это здание. Что там есть? Ну, во-первых, туда перевезен великий колосс Рамсеса II, который когда-то стоял на привокзальной площади. Вот он там в этом музее будет стоять. Фасад музея будет весь полупрозрачный, он будет из светящихся алибастровых плит. Это старый кадр, он закончен на самом деле сейчас, но самое интересное не то, что он должен открыться в марте 2018 года, и туда сейчас не только эшелонами переходят вещи из национальных хранилищ провинции, но и вещи Тутанхамона. Там давно уже работают и реставрационные мастерские, и центры документации. Вот так обклеены японской рисовой бумагой лучшие специалисты это делали, парадная колесница Тутанхамона переезжала из музея на площади Тахрир к подножию пирамид. Вот так работают реставраторы, это великолепно оснащенный всем самым новым оборудованием лаборатории ГЕМА, Great Egyptian Museum in Giza. Вот так туда переводят памятники из Каирского музея, это одна из статуй Хафры, из его припирамидного храма в Гизе. Этому кадру месяц, то есть это событие наших дней. А это внутреннее хранилище нового музея с уникальными памятниками, с удивительными предметами, в том числе с теми, что хранились 30, 40, 50, 60 лет в подвалах музея на площади Тахрир. Они вскрыли подвалы, и эти памятники входят в новую экспозицию. А что же старый музей? Старый музей после реконструкции, ремонта станет Музеем Истории Эгиптологии. Это место по-своему святое, по-другому уже сказать нельзя. В западном пределе парка находится вот такой удивительный комплекс, это Мемориал Мариетта в центре саркофага, в котором лежит его тело. Это гробница Мариетта, которая окружена амфитеатром. Бюсты этого амфитеатра 23 величайших египтолога мира, которых славит египетская земля. Среди них не только сам Мариетт. Кстати, еще один очень красивый памятник, который мы поставили в родном городе, это Булон-Сюхмех. Он опирается на одну из главных своих находок на голову Мутнаджиметта. Так, между прочим. Не только Мариетт, не только великие французы и немцы, итальянцы, американцы, но и центральный бюст Владимир Семенович Голинищев, великий наш основатель египтологии, который для египетского музея составил гигантский каталог папирусов и который основал в университете Фуада II, уехав в Египет, не приняв революцию, кафедру египтологии. Он был отцом египетских египтологов. Когда я первый раз сидел в кабинете директора Каирского музея, тогда доктора Мухаммеда Салиха, в 96-м году, мне размешивали сахар в чай, мне, студенту, я совершенно был опешивший, потому что это большая почесть, спросил, почему? Он мне сказал, моим учителем был русский эмигрант Владимир Викентьев, который вместе с Владимиром Голинищевым основал кафедру. Он говорит, совсем старенький был, я был одним из последних учеников, меня выучили русские. И вот эта совершенно поразительная волна русского ума и совершенно особенные связи культурные между нашим севером и египетским югом, она здесь в этом портрете тоже прекрасно запечатлена. Завершая свой сегодняшний рассказ, я хочу прочесть вам совершенно поразительный текст, совершенно небольшой, но очень глубокий. Когда-то в самом начале XX века директором музея был Масперо, у него был друг, звали его Пьер Лоти, он был потрясающим журналистом. Он написал великолепную книгу «Смерть Филе». Тогда он думал, что храм богини Исиды на острове Филе, потопленный водами первой Асуанской плотины, погибнет. И он написал книгу, в которой он передал ощущения от Египта того времени. И однажды, будучи увлеченным египетской историей, Лоти просит Масперо о колоссальном удолжении. Ему мешают в музее туристы. И он просит попасть в музей ночью. Днем этот музей египетских древностей кажется избитым, несмотря на все свои бесценные сокровища. Он, подобно многим другим таким же сооружениям, ежегодно наполняющим Каир, выпиющий помпезин, а иногда лишен стиля, открытый для всех, кто хочет поближе поглазеть в жестком прямом свете на этих почтенных умерших, которые думали, что скрылись это всех навсегда. Но ночью, ночью, когда все двери закрыты, это обиталище темноты и какого-то неизъяснимого страха. Ночью, как заверяют охранники арабы, которые не заглянули бы внутрь, даже если им пообещать золото, именно ночью, а не после вечернего намаза, какое-то особенное ощущение исходит не только от забальзамированных тел, которые спят в стеклянных витринах наверху, но и от величественных статуй, от папирусов и еще тысячи одного предмета, которые в глубине гробниц так долго соприкасались с человеческой сутью. Мы шли, поднимались по монументальной лестнице, пустой во всю ширь, глядя с восхищением на эти удивительные образы, улыбки людей из белого камня и черного гранита, толпившихся в галереях и атриуме первого этажа. Масперо, благодаря которому я получил возможность прийти сюда ночью, замечательный ученый, руководящий всеми раскопками в этой земле, сам был моим любезным гидом этой ночью в стенах этого запутанного лабиринта. Через тишину залов мы поднимались по лестнице к тем, у кого я просил эту ночную аудиенцию. В полутьме мы двигались сквозь залы, наполненные стеклянными витринами, которые казались бесконечными. Пройдя по очереди через залы с папирусами, фаянсом, сосудами, наполненными человеческими внутренностями, мы дошли в саркофагах. Обезьяны даже в смерти казались забавными. А потом начались человеческие маски и справа за стеклом саркофаги. Золото масок, имитирующее плоть умершего, вспыхивало под светом нашей лампы, быстро на ходу выхватывавшие из темноты их огромные широко раскрытые глаза. Воздух был тяжел от просачивавшегося запаха мумий. И вот хозяин этого странного дома шепнул мне, вот мы и на месте, гляди, вот они. Я, конечно же, узнал это место. Ведь не раз бывал здесь. Несмотря на темноту, в десяти шагах от нас так мал был круг света, исходящего от нашей лампы. Я разглядывал двойной ряд великих царских саркофагах, бесстыдно открытых в своих стеклянных ящиках. Стоявшие у стен вертикально крышки саркофагов, повторяющие форму человеческого тела, казались стражами. В такой неподобающий час визит в зал царей и цариц казался и на самом деле частной аудиенцией. Распеленутые мумии были пугающими. В каждом саркофаге, над которым мы склонялись, стоялось лицо, которое глядело на нас или, казалось, закрывало глаза, чтобы не смотреть на нас. Худые плечи и тонкие руки, ладони с длинными ногтями, пробивающимися через тонкие пелены. Каждая из царских мумий, которой, казалось, касался свет нашей лампы, была не похожа на другую. Некоторые из них, казалось, смеялись, показывая свои желтые зубы. На лицах других была неизбывная печаль и боль. Некоторые лица были миниатюрны, изящны и все еще красивы, несмотря на обостренные тонкие ноздри. Они лежали здесь по порядку. Каждая династия. Гордые фараоны и царицы. В жалкой очереди отец, сын, внук, правнук. Этикетки обычной бумаги сообщали их великие имена. Сэти первый, Рамсес второй, Сэти второй, Рамсес третий. Скоро список будет полным. Так велика сила энергии тех, кто ищет их, копая в сердце самих скал. Что почитать? Это была мой мир, мир не птаха, сына Рамсеса Великого. Есть несколько... Ну, вы понимаете, что литература и море. Лучший каталог по музею это Салех Сарузян. Мухаммед Салих из Хурих Сарузян. Египетский музей в Каире официальный каталог. Его можно найти у нас здесь, в библиотеке Волошина. Гигантский том с роскошными картинками, которые можно разглядывать вечно. Франческо Тирадритти. И вот с этой книжки сделана маленькая версия, русскоязычный каталог сокровища Древнего Египта в Каирском музее, очень плохо переведенный с ошибками на русский язык. Картинки красивы, текст, увы, лучше иностранный оригинал. Отдельная публикация, кому интересно, Эйдан Дотсон и Салима Икрам, царские муми Египетского музея, там очень интересные вещи. И, чтобы вы понимали, один из 58 томов, Владимир Гленищев, генеральный каталог древности Египетского музея в Каире, номера 580001, 5800036, иеротические папирусы, Каир, 27-й год. Вот таких 58, и у каждого свой автор. И иногда отдельный вот такой титул раскладывается на два или три тома. Прежде чем будут вопросы, я позволю, как обычно, на минуту задержать ваше внимание анонсом. Наша история о пространствах и вселенных закончена сегодня. Я хочу вас пригласить на два события, которые пройдут в ноябре на других площадках. 7 ноября в открытом клубе у наших друзей я читаю впервые, кстати, я никогда ее не читал, лекцию резиденции фараонов. Мы поговорим о царских дворцах, посмотрим, кто хранил спальню Рамсеса Великого, такое тоже есть, посмотрим на полы, по которым ходили ноги царицы Нефертити, и поговорим, от чего иногда умирали цари. Обратите внимание, в Фейсбуке это все будет, там отдельное бронь-мест по телефону, там организаторы, открытый клуб, наша библиотека соорганизатор, поэтому они занимаются бронью. Это платные мероприятия, и бесплатный большой вечер пройдет в библиотеке Тургенева. 15 ноября в рамках третьего фестиваля «Рихтеровские встречи» я второй раз в жизни прочту ту лекцию, которая была года три или четыре тому назад. Аида, я покажу архив Каирской оперы, мы с вами поговорим о том, кто такая была Минердис, которую вы сегодня уже видели, я расскажу о самых знаменитых образах, и это не просто лекция, потому что там все будет пронизано великой музыкой Верди, а еще мы узнаем, почему на премьере в Каире Амнерис спела в роскошном уборе, который был сделан из золота и драгоценных камней. Это был тот момент, которым Хидив уделал Европу, который обычно он копировал в постановке. Единственное, что фестиваль абсолютно открытый, там свободный вход, там нет брони, то есть стоит прийти чуть-чуть пораньше для того, чтобы занять хорошее место. Я всех буду ждать и в открытом клубе, и на Аиде, в Тургеневке, и, наверное, не знаю, с кем встретимся там, с кем нет, поэтому я должен сказать, что спасибо наш друг Михаил, который сейчас присутствует в зале, он мне скинул релиз. Большой театр объявил о том, что на рубеже 2018-2019 года Аида в составе музея Метрополитен Афера будет поставлена в Большом театре. В Москве будет большая итало-американская Аида, посмотрим, насколько она будет аутентичная. Я еще помню последнюю Амнерис Елены Васильевны Образцовой, но об этом мы поговорим с вами, с теми, кто захочет, 15 числа. Спасибо вам огромное за то, что вы были здесь сегодня. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...